Царица Египта! Время не нуждается в твоей защите, Брут. Приветствую тебя, Клеопатра. Хорошо, что ты вернулась. Прости нам наши римские обычаи. Если царица так плохо думает о римских обычаях, ей лучше вернуться в Египет. Вы осмотрели военные трофеи, а теперь увидите драгоценнейшее сокровище Египта. Это твой сын. Толемей Цезарь! Кладу его к твоим ногам. Почему ты не берешь его? Это не сын Цезаря. У тебя нет доказательств. Не трогай его. Если дотронешься, значит признал его. КОНЕЦ 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 Это мой сын. Его зовут... Толемей Цезарь. Ты обзавелся соперником, Октавиан. Правильно. Надо, прежде всего, уметь пользоваться всеми своими персонами. Себе по благо. Так мы ими пользуемся, а неправильно. На ошибках учимся и все равно они как нам уроки преподают. Вот ролики твои, Света, заслужат. Учимся это делать. Предпоследний ролик твой удалили почему-то. Я забыл, как ты правильно пишешь в протоколах. Носитель персоны или что-то типа этого, бенецифициар персоны. Я уже забыл, как правильно. У тебя это действует отличная вещь? Владелец, владелец персоны и учетной записи. Дело производителя учетной записи. Вот, вот, вот. Работает. Конечно. Плохо от полиции, и они все принимают. Сегодня вот писала на почте, пришлось. Столько лет я вообще письма получала, даже без паспорта. А сегодня пришла отправлять заказное письмо на меня. Напали с этим новым приказом. Я говорю, ребят, ну вы что, смеетесь, что ли? Вы приказ-то сами читали, вы его откроете. Статья 29. Предъявите паспорт. Я вам могу предъявить учетную запись, но там не написано, что вы имеете право куда-то вносить и обрабатывать. А мы другому не можем. У нас программа такая. Мы тоже пришлось вызывать в полицию, писать сообщение о преступлении. И административный протокол, в частности. Потому что у них лицензии на стенде нет. Оператором по обработке персональных данных они не являются. В Роскомнадзоре их нет. Отказывается оказывать платную коммерческую услугу. То есть предоставление услуги на 14.5, по-моему. В общем, настрочила на них на три статьи. Ну, правда, отправить письмо так и не удалось. Придется сама ехать в Москву отвозить. А последний ролик из суда о решении или постановлении из суда тебе какое-то вынесли, когда ты там зачитывала им, что ты человек, а вот это все остальное. Не-не-не, пока нет, пока нет. Там перенесено заседание... Нет, заседание перенесено на январь. Они, видимо, думают, как меня теперь пригласить, известить. Но, собственно, я обычно не получаю их извещение. Я сама хожу, я сама смотрю, как по расписанию. И хожу сама. Вот. Ну, теперь зависит от меня, как... Я в прошлый раз не доработала. Придется в этот раз как-то дорабатывать. Посмотрю, пока не знаю. По ситуации. Может, какие-то документы заранее подготовлю. Пока не могу ничего сказать. Еще в раздумии сама. Что сделать дальше и сделать правильно, чтобы еще раз не опростоволоситься. Вот живой Алексей говорит. Да, мы как действительно на зоне особого режима ходим, бегаем с этими бумажками, как они правильно на зоне дают. Когда освобождаешься, дают отгульную, или как она называется. Мы не можем взять... Она уже будет получаться не отгульная, а как свободный человек раньше там. Вольная. Вольная, вольная. Вот нам надо как-то вольную отказаться от всего. Но, а без этой бумажки ты в системе уже, я говорю, ни на работу не устроишься, ни карточку не возьмешь. Кто-то может. Вот я вот без карточки, я пока без документов, без всего. У меня нигде не устроено, работаю неофициально. Где-то тут подработаю, где-то там. Карточку не пользуюсь. Перевожу там либо сыну, либо там родителям. Ну, так вот. Кто-то может крутиться по-всякому. Здесь дело не в том, кто-то может. Тут нужно действительно понимать, как взаимодействовать. Вот Алексей был совершенно прав. Если вы решили уйти в естественное право, то вы его изучите сначала, чтобы понимать, как жить в естественном праве. Ведь это на самом деле достаточно трудный процесс, жить в естественном праве с естественным обменом. Тогда забудьте про деньги. А если вы взяли деньги, бумажки, вы акцептовали корпорацию, и вы обязаны придерживаться её правил. Но и в её правилах нужно жить, можно вернее жить по её правилам, но со своей позиции, чтобы использовать это себе во благо. Это тоже возможно. У нас куча персон. Алексей совершенно прав. Первая персона – это созданная… Вот вы пришли свидетельство в ЗАГС получать. Всё, первую персону создали. Её создали ваши родители. И всё, и понеслось. И все остальные бумажки, которые прошли официально и выданы всякие, и в том числе военный билет, это всё персоны со своими правами, со своими обязанностями, это всё персоны. И на основании этих персон можно взаимодействовать с системой. Просто надо понимать, себя позиционировать, как вы можете себя позиционировать. Если вы этому пока ещё не научились, то глупо называть себя человеком, если вы не знаете, что делать дальше после того, как назвали себя человеком. Вопрос к вам, Свитозар. Подождите. Свитозар, я удивлён, что у тебя на почте не удалось отправить письмо. Три дня назад, когда я зашёл на почту отправить письмо, как только я зашёл на почту, у всех операторов появилась эта галочка, что отправка без паспортных данных невозможна. И пока я стоял в очереди, несколько человек, им пришлось прям вслух произнести все свои персональные данные. Дата рождения, серия, номер паспорта, кем выдан, когда, где прописан. Короче, всё вслух назвали. Я был очень удивлён, говорю, после таких изменений, мне потом со всей страны звонят, Антон, помоги, микрозаймы оформили, кучу. Вот. Ну, в общем, вот вам... Не удалось... Подожди, подожди. Сейчас вступим в диалог. Я хочу манолог пока это сказать. Важную информацию. Значит, есть несколько вариантов на данный момент. Хотя это вот буквально три дня прошло. Они ещё... У них этот приказ был выпущен. Ещё что-то они там с 1 сентября, что ли, хотели эту штуку запустить. Но по факту она включилась вот только 3 дня назад. На всех программах одновременно по всей стране. Со всей страны пишут, что невозможно отправить беспаспортных данных. Есть несколько вариантов. Один из них, вот, подсказала женщина, она через сайт почты, там у них есть услуга, типа заранее подготовить письмо к отправке. Ну, там или посылку, или письмо. Но там нужно регистрироваться. И она без указания персональных данных написала там живая женщина, хозяйка имени такого-то. Получила трек-номер, пришла на почту и предоставила этот трек-номер. И всё, у неё вопросов не возникло при отправке. У меня ситуация разрешилась иным способом. Каким конкретно говорить не буду, но если вы реально откройте глаза и посмотрите, и сообразите, какой именно паспорт нужен, и что вокруг вас есть и другие, у кого есть паспорт, то можно сообразить. И письмо было отправлено. Я пришёл на почту без паспорта. Слушаюсь, Светозара. Ну, я тоже без паспорта приходила. И я так и не отправила, я же говорю. Я пока ещё в раздумье, как это сделать, но, скорее всего, повезу сама. Я потому что не намерена нигде регистрироваться. И по поводу регистрации, где присваивается ID почтовый, там нужно привязывать номер телефона. А номер телефона – это вся персоналка. И поэтому это тоже не выход. Я не стала регистрироваться. Мне тоже сегодня это подсказали на почте. Сотрудники почты можно сделать так. И я говорю, нет, это меня не устраивает. Но мне подсказали там ещё, что я тебе потом расскажу. Не знаю, можно ли здесь эту информацию... Нет, нет, нельзя. Поэтому потом скажу, да. Подожди, подожди. И я всем не рассказываю. Тебе отдельно расскажу, потому что тебя колоссально любят. Благодарю. Подожди, ну не смейся в ответ. Сколько раз тебе говорил, не забивай эфир. Молчишь, выключи микрофон. Потом на записи никто не будет понимать, что я говорил. Будут слышать только твой смех. Я тебе тоже отдельно скажу, потому что у тебя колоссальные результаты. У тебя колоссальный, как сказать, колоссальный уровень осознанности, но я говорил, где у тебя пробелы в твоей деятельности. Поэтому тебе отдельно эта информация будет доступна. Есть намного проще способ. И в первом варианте, и во втором, который я рассказал. И второй вариант я протестировал. Не удалось отправить без паспорта. Еще раз всех приветствую. Антон, вот у меня вопрос по почте. Я получила последний раз посылку, наверное, 12 ноября. И получила через штрих-код. Через этот штрих-код все персональные данные выходят во все эфиры. В общем, во штрих-коде все персональные данные, наверное, и биометрии, все, наверное, там уже включено. Что-то мне так кажется. Что значит получила по штрих-коду? Мне вот это не ясно. Пришла посылка, и через нее сейчас же везде регистрируется ход почты. Например, Самары мне присылают сюда. Она пишется, что там в этом поселении остается, в районе. Потом к нам в поселок приходит. Ее можно отследить по телефону. Хотя я это не умею делать, но, по крайней мере, я знаю, что это так. И вот приходит извещение, что я должна прийти на почту и передать свои паспортные данные. Но и при этом на телефон, значит, по СМС приходит штрих-код. Вот я на зоне уже так опробовала, и вот получила в этот раз почту тоже через штрих-код, который пришел с СМС. И я вот теперь понимаю, наверное, в этом штрих-коде и все наши персональные данные, и, наверное, и биометрия вся. Хотя я от нее не отказывалась, но я ее и биометрию не делала. Но, наверное, уже втайне, уже у нас у всех, наверное, ее пособрали. Телефоны сенсорные, везде у них камеры, звук у нас тоже на телефоне. Людмила, слишком много слов. Людмила, остановись. Мне без разницы, у кого какие телефоны. Мне нужен четкий вопрос про штрих-код я задал. Ты начинаешь мне рассказывать, у кого какие телефоны. Зачем мне это все? Вот с почты пришла... Я уже понял вопрос, остановись, остановись. Послушай, пожалуйста. Я услышал, в чем твой вопрос. Ты просто дальше продолжил лишние слова. Забивать эфир ненужными словами. Умножай на 71 участника каждое слово. А еще в записи будут народ слушать это все. Зачем это все? Значит, если тебе пришел штрих-код на телефон через смс, значит, у них есть твой номер телефона. Значит, у тебя, скорее всего, была... Где-то ты им когда-то сообщил свой номер телефона. И, возможно, зарегистрировала номер телефона, чтобы получать извещение по телефону. Обычно приходит на бумажном носителе извещение. И там тоже есть штрих-код, и под ним номер. А если человек регистрирует через телефон, ну, типа, для удобства не надо, паспорт показывает, то ему сразу на телефон шлют в электронном виде. У тебя так произошло? Не знаю, Антон. Я не обратила внимания, как я оформляла Озон и как Озон оформляла. А с почты пришел уже готовый штрих-код. Я туда... Ну, да, заказ делала. И, наверное, там должен был быть, наверное, телефон. Не помню. Так вот, я предполагаю, что на Озоне, когда ты там где-то через интернет что-то заказывала, ты где-то там поставила галочку и написала номер телефона. И, скорее всего, там было согласие на обработку персональных данных и передачу третьим лицам. Они передали почте, и почта тебе шлет извещение в электронном виде. Проблема не в штрих-коде, а проблема в том, что к ним попал твой номер телефона через твое согласие. И через номер телефона все персональные данные идут. То есть, идентификаторы у них есть. В этом проблема. Ведь где-то произошло... Что? Как теперь это звать? Это все в банк идти или как? Или куда? Читай закон 152 ФЗ, приходишь на почту... Подожди. Читаешь закон 152 ФЗ. Там есть глава, как отозвать согласие на обработку персональных данных. Учти, что на почте есть как минимум два юридических лица. Это АО «Почта России» и ОО «Почта Еком». Ты можешь у них потребовать вот эти все согласия на регистрацию через телефон. Все бумажки у них выстребовать. И там ты прочитаешь, каким образом можно отозвать согласие у кого. То есть, там будут перечислены юридические лица, кому было передано согласие и персональные данные. Вот у них у всех надо отозвать. Отзыв согласия и... Благодарю, поняла. По поводу отзыва персональных данных хотелось бы добавить. У меня дядька гуру технологий вот этих всех. Я тут узнала случайно, у нас в школе электронный дневник, и учительница мне проболталась, что оказывается они в этот сетевой город завели все СНИЛСы детей. Я позвонила дяде и спросила, ну, как у меня... Получается, аккаунта у нас нет, у родителей. Нам уже предоставили логины и пароли. Я его спросила, мне самой запрашивать у них этот логин и писать в техподдержку или идти в школу? Он сказал, что смысла уже нет. Все, что когда-либо попало в систему, оттуда никак уже не удалится. Если писать заявление со всеми этими отзывами, говорить, да, там в этих программах есть кнопка, то есть для тебя оно будет закрыто, они тебе даже могут показать, что, ну, все, ты это звал, твоих данных нет, но они, говорит, остаются в системе навсегда. А вот то, что если человек слишком много будет бегать со всеми этими отзывами, то уже может и галочка появиться, ну, опять же, у них там скрытое в системе, что товарищ ненадежный, слишком много всего отзывает, значит, ему есть что скрывать. Говорит, система может обратно выдать санкции, то есть это там, ну, какие-то там справки нужны будут или какие-то льготы получить, там, операция очередь, то есть будет система отодвигать этого человека, то есть создавать, ну, какие-то препятствия или, как мы тут называем, уроки. Все правильно говоришь. И ты озвучила точку зрения технического специалиста. Я сам технарь, я сам знаю, как это все работает. Я подтверждаю, что если туда что-то попало, оно никуда не девается и хранится, архивируется, дублируется. Это называется дублирующей системой. Там жесткие диски, где хранится информация. Во-первых, они в паре всегда стоят, как минимум. Это RAID называется. То есть RAID-массив, который дублирует. Если один жесткий диск вдруг сбоит, то вся информация на втором остается. Второй диск меняют, и с первого диска на второй опять перекидывается. И то же самое с серверами делают. Сервера друг друга дублируют. Короче, там такая система сделана, что вряд ли что когда-либо удалится, куда-то денется. Все архивируется, все хранится. Но это техническая сторона дела. И то, что ты говоришь, санкции, мы давно это предполагали, что те, кто слишком активно действует, то есть система постоянно ведет перепись активного населения. Если кто-то слишком много скандалит, да, действительно включаются санкции. Это из практического опыта, то есть со стороны населения было замечено. Ты сейчас подтвердила со стороны системы. Но есть решение этого вопроса. Есть такая штука, называется авторское право. Мои анкетные данные, моя закорючка, мое родовое имя, мое имя данной матерью, мое имя по отцу является моим авторским правом. Я правонаследник. Выставить оферту за каждое употребление и использование такая-то сумма. У кого-то это работает. Элегантно и без всяких сквозь. Ну да. И пытаюсь еще вот вставить свои три рубля по поводу, кто хочет от системы плюшек, а кто хочет освободиться от кабалы. Мое наблюдение в этом году, ну, в связи с тем, что дочка у меня паспорт не получила. У нее в собственности квартира уже три года. С 2020 года получается. И только в этом году, летом, пришло извещение с почты, заказное письмо с города Кемерово. Я так подозреваю, что это был налог. Ну, я не ходила, не получала, не смотрела. Потому что, как бы, подозреваю, что это может быть, ну, как бы, просто как оферта, или что это приходит, да, на почте получил, расписался, все, принял к исполнению. И вот у меня родилась мысль. То есть у дочери есть собственность уже три года. И, получается, они ждали именно 14 лет в надежде, что она создаст этого гражданина, на которого уже можно будет вешать вот эти всякие налоги и всякую вот эту вот билиберду. Так получается, правильно я понимаю или нет? Ну, гражданина-то, ну, как бы, дополнительного у нас нет, поэтому мы не выходили на почту, а оферту не получали. Правильно я поступила или нет? И как мысли правильно общались тут или нет? Поясняю. По поводу неполучения почты на, это, корреспонденции на почте. Дело в том, что у них в коллективном договоре через законы РЭД, через решение судов, через коллективную оферту, я ее так называю, они озвучили условия оферты. Если вы получили, то вы, соответственно, акцептовали. Неважно, что вы там поставили, вот, закорючку там туда-сюда, у них есть бумажка, подтверждающая акцепт, что вы прикоснулись к ней, взяли в руки и еще что-то там свой след оставили. Это акцепт. Они через коллективный договор, через публичные оферты, озвучили, что не получение корреспонденции на почте является акцептом. Они это называют был надлежащего уведомлен. Поэтому не получать почту на почте не всегда выгодно. Есть случаи, когда выгодно ничего не получать. Это вот, допустим, от управляющей компании присылают они какое-то уведомление, допустим, об отключении. Вот его выгодно не получать. Я это протестировал на себе. В суде именно управляющая компания пыталась менять, что типа они отправляли, никто не получил. А судья сказал, ну, отказался, а по закону обязан доказать факт вручения и прочтения. Факт вручения и прочтения не доказан? Не доказан. Все. У тебя наоборот. У тебя, если ты это сообщение оставишь без получения, извещения, не получишь, они это будут трактовать, как, вот я сейчас смотрю сериал, называется «Форс-мажоры». «Как устроена юридическая система в Америке». Там сериал про юридическую контору, и там адвокаты решают разные всевозможные вопросы, то есть юридические вопросы рассматривают. И юриспруденция в Америке очень сильна. И она там, в принципе, как-никак, но работает. В общем, там произвучала фраза, что молчание – это признание вины и некомпетентности. Вот некомпетентность, я тебе доказал, что ты не знала, что они через публичную оферту могут доказать, что не вручение – это надлежащее уведомление. Извещение было, скажу, извещение было в почтовом ящике, то есть они подтвердить не могут факт вручения. Это да. Но если в суде возникнет вопрос, ты сможешь это все доказать? Правильно, сможешь разговаривать? Там будут каверзные вопросы, которые мне задавали их. А вы получали, вы признаете, а вы то, а это ваш адрес. Вот на эти вопросы надо знать, что отвечать именно в суде. Если у тебя достаточно знаний, то, конечно, это все можно. Я говорю в общем случае, как обычно они действуют, а раз они так действуют, у них шанс успеха, они рассчитывают на 80-90%. Оно так и происходит. Все теряются и неправильно отвечают на вопросы. И не могут защитить свою позицию. Вопрос в другом. Неполучение – это признание вины и некомпетентности. По поводу, что лучше сделать. Тут надо смотреть. Например, с судебными приказами уже давно отработана схема, и она рабочая. Как сделать так, чтобы судебные приказы отменялись и при этом не могли дальше идти в суд. Городской или районный не идут. А это делается методом получения судебного приказа и правильное на него реагирование в течение 10 дней. Это делается через отзыв акцепта. Почитайте, наберите отзыв акцепта и ГПК РФ. И почитайте. Если правильно оформить бумагу и отправить в мировой суд, после этого судебный приказ отменяется, и иски в суд уже не идут. Здравствуйте. А девочки, не допустим? Можно сказать что-то, не даете? Для Кати. Вы взяли из почтового ящика. Все, вы приняли аферту. Все, вы должны были ответить на это извещение. Или его надо было вернуть с ректоговорками. Ну, именно надо было вернуть с ректоговорками. То есть вы в почтовом ящике увидели, это считается, что вас надлежащие известили. Все на этом. Теперь у меня вопрос к Светозаре. Скажите, пожалуйста, с какими документами? Я видела ваш ролик, что вы получили паспорт без обязательств. Это правда, да? Вы с таким паспортом теперь по всем судам, по всем инстанциям ходите? Нет, я его не использую. Он у меня не запачканный, на полочке лежит. Я пользуюсь паспортом, загранпаспортом Российской Федерации. На полочке. А что не в рамочке? А чтобы никто не видел, что в нем написано. Я пользуюсь загранпаспортом, который, по мнению госслужащих, закончил свое действие в 2013 году. Но я каждый раз объясняю, что закончилось право выезда за границу, но я никуда и не выезжаю. Моя персона никуда не делась, которая в этом паспорте. Принимают, никуда не деваются. А тем паспортом я не пользуюсь. А приурен лежит просто. Я вас услышала, благодарю вас. Можно прояснить по судам и по, как женщина тут говорила, по зону Алберес. Можно я свое видение вам расскажу, как я сейчас вижу по своему познанию. Я никого не призываю. Я сама еще это не обкатывала. Но думаю, если у меня такое случится, я попробую это применить. А вы вот рассудите, правильно я сужу или нет. Ну, во-первых, по-первыхому, когда женщина передала свои персональные данные через там Балбери, Сазон или какие-то маркетплейсы, я везде, вот на всех вот этих вот сайтах, ну, неважно, да, вот на маркетплейсах, на всяких, я регистрируюсь. Я, в принципе, везде вот на вот этих аватарках. У меня Лена, Елена. Мама, отойди, пожалуйста, я разговариваю. Например, вот смотрите, ВКонтакте, я Лена, Елена, я здесь, Лена, Елена, я на Валбересе, Лена, Елена, и, соответственно, на Озоне и на всех маркетах. Вот. И когда, например, так-то я прихожу по штрих-коду, получая, да, какие-то товары, которые я там выписываю, но бывает так, что я прихожу на почту. И, соответственно, они не могут вот этот вот, ну, как сказать, как это называется, да, вот это имя, да, они не могут... Ник, Ник, да, да, всё правильно. Они не могут... Художник, подожди, остановись, важный момент. Художник, авторский псевдоним. Хочешь так и называй, но самое главное, что, например, я, например, какую-то сумку или что-то заказала, я прихожу на почту, они говорят, ваш паспорт. Я говорю, ну, хорошо, если я вам покажу свой паспорт, вы как мне сможете, типа, отдать? Вот у меня штрих-код, здесь написано Лена Елена, а в паспорте у меня персона прописана ФИО. Говорю, как одно с другим не бьёт? Ну, соответственно, мне получилось получить свою посылку, но это тоже стоило мне проявления воли, и поэтому я лишний раз уже на почту не суюсь. Я, в принципе, не заказываю. Если заказ идёт не через точки Озона или Валбереса, я, в принципе, уже не хожу, отказываюсь от таких покупок. Ладно, я не к этому, я теперь к суду. Смотрите, как я вижу. Сейчас мне надо собраться с мыслями. Так, суд, значит, вот приходят повестки, да, вот эти заказные письма из суда. Во-первых, они каждый раз вас подлавливают на дееспособность. То есть вот эти заказные письма приходят же не женщинам и мужчинам, а приходят, соответственно, персонам, да, фио, неважно, капсовым или каким-то там по ссору. Как только вы идёте на почту, вы уже проявляете недееспособность, потому что, в принципе, это заказное письмо не вам, а вашему паспорту или свидетельству о рождении, то есть гражданину. Вот, вы уже там что-то черкаете, что-то делаете, и, соответственно, уже проявляете свою недееспособность тем, что вы откликаетесь, в первую очередь, на этого гражданина. Я вас понимаю, конечно, вы хотите защитить этого Буратино, но система это расценивает тем, что вы и есть этот Буратино, раз вы откликнулись. А так как говорит об этом Антон, что, типа, система через публичную оферту делает акцепт, ну, то есть если вы не получите эту корреспонденцию, то будет акцепт, и в суд уходит, ну, допустим, всё равно через там двух должностных лиц, там почтальона и помощника, они акцептуют, и, типа, всё равно, как будто бы вы получили, да, скажем, эту корреспонденцию, ну, вы же её не получили, вы её не акцептовали, в принципе. Соответственно, когда вы видите в почтовом ящике это заказное письмо, вы его можете, трек-номер отследить на почте России, там, забиваете этот штрих-под, и видите, да, от кого. Вы, следовательно, идёте, ну, допустим, в этот мировой суд, скажем, да, и говорите, вот как бы, как будто бы в ящике там заказное письмо, да, лежало на персону, я не пошла, не получаю, потому что я не эта персона, да, но я хочу ознакомиться, что, 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 что вообще тут происходит, и почему у меня, ну, договора с вами нету, а что-то тут от вас, какие-то письма, как будто бы идут. Давайте, ну, там, от имени женщины вы прописываете, ознакомиться, что вообще заведено на эту персону. Они вам через пять дней, да, по-моему, там поднимают какое-то дело. Вы его всё фиксируете, фотофиксируете, вот, и когда вам дают копию приказа, вы на ней пишете, что вы, допустим, женщина-мужчина, собственным имением таким-то, вот, являетесь в частном правовом поле кредитором, а в публичном правовом поле вы тоже кредитор, потому что открываете статью ГК РФ 817, и там написано, в этой статье 817, что заёмщиком является Российская Федерация и субъекты Российской Федерации, а заимодавцами являются гражданин и юрлицо, причём там не сказано, какой гражданин, какой юрисдикции. Я подразумеваю, что это, в принципе, и граждане СССР могут быть. Вот, но это неважно. Ну, главное, что сама Российская Федерация, заёмщик, да, вы поняли. И ещё посмотрите, пожалуйста, бюджетный кодекс 121.1, пункт 7, ну и, в принципе, вообще вот этот бюджетный кодекс 121.1, там полностью, кто является эмитентом ценных бумаг, и кто, опять же таки, там, должник, ну, заёмщик, и кто заимодавец. Ну, то есть, а это люди, ну, не люди, а это, ну, граждане, да, вот там это всё прописано. Учётные записи наши, ценные бумаги, которыми мы владеем, соучредителями, которыми были наши родители, соучредителями, которыми стали мы сами лично для своих детей. Вот, и что я хочу сказать, и вот вы что пишете, значит, на вот этом судебном приказе, решении, да, повторюсь, ректооговорка, это моё видение, я это ещё не делала, но у кого сейчас идут судебные эти, вы можете попробовать это на практике сделать. Значит, вы пишете, что вы, женщина, мужчина, такой-то, с именем, таким-то, значит, не вступали в договорные отношения с таким-то юрлицом, они под каким-то НННом идут, значит, это будет какой-то либо краевой, либо какой-то суд там, у них будет какое-то там юрлицо, и он будет самозанятый. Если по контрагенту в налоговой, посмотрите, они все самозанятые, можно и это прикрепить. Следовательно, вы пишете, что мужчина, женщина такой-то, в частном, в частном поле кредитор, а в публичном поле пишете, согласно статье ГК РФ 817, статье 817, Российская Федерация является заемщиком, гражданина, а по решению суда они же выносят именем Российской Федерации, и получается, а терпила там персона, должник там персона, получается, а он гражданин, да, персона же это гражданин, и, следовательно, идёт резонанс, то есть, если, получается, по 817-му ГК РФ Российская Федерация должник, то, а персона, его кредитор, да, в публичном поле, то как, в принципе, может быть, тогда от имени Российской Федерации вынесено, что персона, должник, и есть такая статья ГК РФ 413, посмотрите её тоже внимательно, и там сказано, что должник и кредитор в одном лице не могут быть, и, соответственно, дело должно схлопнуться, то есть, вот ихними же ГКшками их же и захлопнуть, то есть, они изначально, наши должники, ну, потому что они выпустили эти ценные бумаги, они, в принципе, государство, это в кавычках корпорация, она банкрот, и она выпустила вот эти ценные бумаги под рождение маленьких людей, вот, и, соответственно, они наши должники, вот, посмотрите, ГК РФ 817, и бюджетный кодекс 121.1, они наши должники, они заёмщики, через администрацию, через субъекты, ля-ля-ля, тополя, ну, там всё написано, и тут же они делают из гражданина, из этой учётной записи должника, а этот должник, он, в принципе, взаимодавится этой же Российской Федерации, и вот, и 413 ГК РФ говорит, что в одном лице не может быть кредитора и должника, если такое случается, то дело захлапывается, то есть вы вот это прописываете, что вы и в частном поле кредитор, и в публичном поле, вы кредитор, согласно вот этой ГК РФ 817, а что вы тут лепите мне и делаете из моей персоны должника, ну, если по вашему решению я должник, а по ГК РФ 817 Российская Федерация мой должник, ну, всё, в одном лице кредитор и должник, ну, и то есть захлапывайте дело, и вообще у меня с вами никаких дел нет, потому что я с вами договор не заключал, вы какая-то частная лавочка, юрлицо, то есть ИНН у них есть, самозанятые у них есть, согласно из ЕГРУЛа, то есть это тоже можно приложить, и всё, запрещая, ну, как, запрещая, ну, пользоваться или использовать персональные анкетные данные, в которых отражены мои родовые признаки, типа, запретить, там, например, выпуск ценных бумаг, да, куда-то, ну, это моё видение, кто понял, тот понял, кто не понял, ну, тем, что я сейчас нарыла, и что во мне очень сильно откликается, я думаю, что если бы у меня сейчас были бы какие-то судебные тяжбы, я бы именно по этим двум ГКшкам бы именно их и попробовала бы схлопнуть, как говорит Наталья Рыбкина, ихним же салом по мусалам, да, вот, ну, вот посмотрите, пожалуйста, вот именно эти ГК РФ, вот это я и хотела сказать, и поменьше, пожалуйста, оставляйте своих персональных данных во всяких открытых источниках, везде шифруйтесь под некие аватары, неважно, нам, даже у тех, у кого сейчас ФИО стоит, по глупости, поменяйте, зайдите, пожалуйста, на Валберис и на Озон, и просто поменяйте, ну, на имя там, на имя, ну, какую-то кличку поставьте, вот, это будет вам только большой плюс. Стоп, 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 какая кличка? Кличка у животных. Я же говорю, авторский, художественный, псевдоним. Да, нет. Просто привязывая, что, ну, люди же поняли, что я имела в виду, что имеется в виду, что там должен быть какой-то ник, но не ФИО, то есть неперсональные данные с указанием родовых признаков, это же понятное дело. Ну, вот поправьте, у кого, у кого сейчас где-то стоят ФИО, вот вы прямо сейчас зайдите и исправьте на что-нибудь, как-нибудь, там так же, как... не исправишь, в МФЦ уже не исправишь, как их справлять там, госуслуги вообще никакую не хотят исправлять. Слуги говорю, я не про госуслуги говорю, я говорю про вот такие вот, которые, маркетплейсы, там, где не притянуты паспорта или еще что-то, вот на таких вот каких-то медиапорталах, вот там изменяйте, где нету ваших персональных данных через документы, а просто вы регистрировались по дурости под свои их фамилии. Никуда не деть, они там уже хранятся. Можно мне? Можно. Можно сказать, я скажу. У меня вопрос был в продолжении темы, о чем говорила Елена. Если можно, я его озвучу. меня слышно? Слышно. Сколько раз вам повторять. Перестаньте задавать вопросы. Можно ли задать вопрос? Это уже вопрос. Ты уже задал вопрос и ждешь реакции. Задавай конкретно сразу вопрос. Хорошо. У меня вопрос о практическом применении того, о чем говорила Елена. В том плане, что пришло письмо, уведомление, штраф не на человека, а на персону. А вопрос вот в чем. Например, приходит уведомление о штрафе. Я его не получаю. Оно летит к приставам. приставы, опять же, не конкретно мне, просто гипотетический человек, оно летит к приставам. Приставы какие-то меры пытаются предпринять, тоже шлют письма, человек на эти письма не реагирует. Приходят, допустим, какие-то меры по розыску, они приходят, человеку говорят, ну, пойдем в суд. Ну, человек пытается что-то объяснить, да, по бумагам это не я, но, как правило, сотрудники, им это без разницы, они либо этого не понимают, либо как-то намеренно это все игнорируют. Вот, нас прислали, пойдем. Везут человека в суд. И в суде уже человек говорит о том, что все это ко мне отношения не имеет, я же человек. А пришло вот на персоны, там, на паспортные данные и все такое. Но я же не они. То есть, вот, какие перспективы у этого дела, да, что когда уже это дошло до суда, и ты говоришь, что мне это не принадлежит, да, это ко мне отношения не имеет. То есть, я человек, вот он я перед вами стою, а это пришло на какие-то там бумаги, да, на персоны, на документы. И вот в этом случае есть перспективы, что санкции именно к человеку применены не будут. То есть, если он никак там не оговорится, не ну, не сделает какие-то неправильные ходы, чтобы там не подтвердить свою недееспособность, скажем так. То есть, судья это все отменит в пользу, вернее, применит в пользу человека или все равно в большинстве случаев получится так, что все равно попытается там навесить на человека. Вот в таком ключе у меня вопрос. Ну, вот смотрите, я вас слышно. Подождите, подождите. Давайте я с практической точки зрения разъясню. Значит, смотрите, человек перестал, допустим, платить за ЖКХ. Первая ступенька, да? Не имея достаточных знаний. Что он делает? Просто не платит. Ничего не пишет, ничего не реагирует, короче, не проявляет компетентность, не требует никаких документов, не вменять вину, не заявляя себя кредитором, не обозначая свой статус, вообще ничего не делает. Идет заявление со стороны управляшки в мировой суд вынести судебный приказ такой-то должник. Судебный приказ выносится, естественно, сразу же прилетает на имя персоны человека, тот проявляет опять некомпетентность, не реагирует, не получает ситуация ухудшается. Она не полностью не безнадежна, а она как сказать, все труднее становится, все больше знаний нужно, чем больше этапов проходим, тем больше нужно знаний и умений, и самообладание, и уровень осознанности, и все на свете. Короче, этот судебный приказ вступает в силу через 10 дней, после того, сначала он 30 дней лежит на, нет, не 30, 7 дней, так как судебное, извещение судебное, 7 дней лежит на почте, через 7 дней плюс 10 вступает в законную силу. Соответственно, дальше идет исковое заявление, а, дальше идет к приставам на основе мирового судебного приказа. С приставами еще труднее взаимодействовать. Они выписывают там постановление, присылают, накладывают аресты туда-сюда. С этим еще труднее взаимодействовать. Если вас там где-то поймают или возникнут какие-то вопросы с арестами либо блокировкой каких-то счетов, еще труднее решать эти вопросы, еще больше знаний нужно. Если суд доставили в наручниках, что не исполнил, не выполнил штраф, либо уклоняется от элементов, что-нибудь такое, еще труднее. Причем с геометрической прогрессией. Куда проще было среагировать на изначально правильную позицию выстроить с управляшкой, как с ней взаимодействовать. То есть, если вас привели в наручниках суд, значит, вы не то, что что-то неправильно сделали, вы во всем не среагировали и не проявили компетентность. а то, что ты говоришь, если риск, риск всегда есть. Любая черная мантия это гигантский риск для любого. Чем дело закончится? Может и дуркой закончится, может и арестом, может и штрафом, может и применением физической силы, а может наоборот в твою пользу. Все зависит от уровня знания и компетентности. Причем не только человека, но и секретаря, и приставов, короче, тут длинный путь и долгий процесс, начиная от входа и заканчивая выходом из этого знания. Очень много знаний и компетентности нужно, чтобы поднимаясь на каждый этап, соответствовать уровню. И все. Все верно, Антон, говорит, но я же вам говорю, вы зачем доводите дело для того, чтобы зайти в заседание суда? Я всего один раз в жизни там была и больше не хочу и то по незнанке, когда первый намордник схлопотала. Но дело не в этом. Я же вам говорю, вам пришло письмо, вы, пожалуйста, по штрих-коду, вам не надо ходить на почту, вам не надо стождествляться с этой персоной, вы просто не игнорируйте это письмо, вы его, пожалуйста, проверьте по трек-номеру, откуда оно. То есть вы увидите, кто вам это письмо прислал. Если тем более вот так пофигистки вы, как привёл Антон, например, перестали платить ЖКХ, вы не провели с ними переписку, вы не запросили у них кучу вопросов, не задали, кто они, что они, почему они это требуют. Дюнсы какие-то приложили, что они самозанятые, что вы для себя открыли новую информацию, вы с ними переписки не вели, вы где-то услышали, что вы не должны платить коммуналку и перестали платить. Ну, соответственно, во-первых, у вас договор и оферты уже есть, что вы столько лет платили, а тут раз и очнулись и ничем это как бы не проявили себя тем, что не объяснили у кашки какой-то говняшки, по какой причине вы перестали платить. То есть всё равно надо же объясниться с контрагентом, по какой причине вы решили, что вы больше не хотите, чтобы быть дойной коровой. Это первое. Второе. Елена, запрещаю навешивать на великих учителей слово говняшка. Вот. И потом, значит, это, когда присылаются вот эти вот почтовые, да, ну вот сначала от управляшки, да, какой-нибудь, вы думаете, раз они возбудились, а значит, вам надо начать с ними переписку хотя бы проявить дееспособность и сказать, что, во-первых, кто вы есть, правосубъектность свою уже, наконец-таки, что вы уже, например, мужчина и женщина, вы в принципе кредиторы, у вас и так всё оплачено, и запросить у них там какие-то полномочные документы, с чего бы они это с бухтуба и барахты стали с вас деньги брать. Вот. Это одно. Но если вы этот момент упустили, допустим, начинается, например, заказное письмо приходит из суда, да, вот, вы, я же вам говорю, вы не идёте на судебное заседание, пусть оно пройдёт, пусть они вынесут решение, или приказ, приказ, вот, и по приказу вы уже скажете, что у вас с ними, вы, первых, пропишите это всё, они же выдадут вам ознакомиться копию, вы её ни в коем случае с собой не забираете, вы прямо на копии начинаете писать копии судебного приказа, что... Подожди, Елена, это частные вопросы, это дело техники, это, если мы сейчас углубимся в детали, тут вопрос был глобальный задан, на каком этапе не стоит ли доводить до суда, и можно ли там чисто выкрутиться, можно, выкрутиться на сайте, я хочу пояснить, почему, это был мой личный опыт, да, и был озвучен вопрос, зачем доводить до суда, дело было о штрафе, в детали вдаваться не буду, но суть как-то теста, ну, это был мой личный тест, мой личный опыт, почему я решил сознательно довести дело до суда, ну, опять же, с одной стороны, понимать, как это работает, потом у меня было понимание, что, ну, судебные приставы действуют не в моих интересах, и была некая надежда на то, что на суде это закончится, и почему я именно до этого доводил, то есть, я от этих уведомлений, скажем так, не прятался, я их получал, меня приглашали приставы, я им давал объяснения, объяснения были не связаны с тем, что я человек, и это пришло не на меня, а с тем, что я просто не согласен с формулировкой вот этого там, судебного решения, ну, на что они, естественно, посмеялись, и сказали уже, ну, тогда завтра мы идем с вами в суд, я говорю, хорошо, когда, но важный момент какой, они мне давали разные постановления, как правильно уже сейчас не помню, это называется, но, в общем, я в них не расписывался, то есть, то, что они мне давали подписывать, в том числе, там было со статьи 51, что-то там о своих правах там ознакомлен, я везде ставил подписывать отказываюсь, и когда пришли уже в суд непосредственно, получилось так, что я не знаю, как в ваших регионах, допустим, я на что еще обратил внимание, у нас в регионе, когда в суд, приходишь в суд, дают заполнить бумаги. Подожди, остановись, речь не связанная вообще, поясняй сразу, ты сказал, писал, подписываться отказываюсь, ты прям писал это рукой или говорил, что отказываешься подписывать? Я написал от руки подписывать отказываюсь, у тебя документы такого нет. А в чем? В чем подвох? Смешной, ага, смешной. Ну ты руку приложил, ну, ты руку приложил, все. Это прямая, прямая, очень важная и очень весомая причина вызвать дурку. Ты точку поставишь на вот этой бумаге, это подпись считается. Точку просто, руку приложил, понимаешь, почему руку приложил. У меня вопрос, а почему так? И где это прописано? Но я сейчас тогда позвольте дорасскажу, чем дело закончилось. То есть у меня сложилось впечатление, что это работает. То есть судья все мои бумажки приняли. Владимир! Тит твой налево, а что же за нетерпение-то такое? Владимир, подожди, ты говоришь важные моменты, которые важны для всех. Но ты их почему-то пытаешься дальше, 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 дайте я договорю, все полностью расскажу, а потом типа вопросы. Мы забудем все эти вопросы. Моменты ты важные поднимаешь. На твоих ошибках другие могут научиться. Ничего страшного, что ты там ошибся, написал подписываться отказываюсь. ты по сути сработал за двух понятых. Сам же написал, что подписываться отказываешься. Но след ты оставил на этом документе, то есть ты с ним ознакомлен. Тебе потом судья спросит, ты написал, я написал, ну все, значит, ознакомлен. Им не важно, что ты там напишешь. Им главное доказать факт, что ты это видел и прикасался к этому документу. Это раз. Второе, твои речи дальше прозвучало в нашем регионе, в нашем регионе, не зная, как в вашем, но в нашем регионе. Ты если про свой регион говоришь, вот я тебя знать не знаю. Ты сразу называй, какой регион, и не надо повторять, мой регион, наш регион. Хмау Югра сказал и все. Слушаем дальше. Регион Мордовия. Так вот, на что обратил внимание, перед тем, как уже попасть в суд, перед заседанием выдают документ. Опять же, сейчас не готовился к эфиру, не помню, как он называется, но там есть перечень, своя пояснительная и есть ли ходатайство. И там сразу ставится галочка, что типа ходатайства нет, отсутствует. Собственно, я эту надпись зачеркнул и написал, что ходатайство имеется. У меня было с собой заранее заготовленное ходатайство. и его я вместе с этими бумагами предоставил судье через помощника. Опять же, та анкета, да, там анкета еще есть, в анкете я также писал, ну, как можно сказать, в правильном порядке, да, то есть сначала имя, отчество и фамилия. Что из этого сыграло роль, мне непонятно, но дело в том, что пристав, причем я так понял, пристав, она с судьей знакома, она несколько раз забегала туда, в эту комнату, общалась с судьей, выбегала, предлагала мне еще какие-то документы подписать, на что я сказал, я их подписать отказываюсь. В итоге получилось так, что меня из здания суда просто выпустили, никаких решений ничего не было, то есть получилось так, что как бы пристав что-то попытался предоставить суду, но судья якобы сказал, что я так представляю, что это бесперспективно и меня просто выпустили, ну я вышел из здания суда без ничего и по этому поводу меня больше не беспокоили. Вот о чем я хотел сказать. А теперь я тебя услышал, ты скорее всего новичок в этом деле и это было твое первое дело, правильно в суде? Ну в общем да. Значит, возвращаясь к твоему монологу, ты сказал, что невозможно заставить приставов соблюдать твои интересы. Возможно, это я точно утверждаю. А на первом этапе нужно сделать так, чтобы так, живой Алексей, перестань включать микрофон, если не разговариваешь. Дождись паузы, потом включишь микрофон. Если не разговариваешь, микрофон должен быть выключен. Я извиняюсь, но дело в том, что после двух операций на глаза я почти не вижу, это во-первых. Во-вторых, во-вторых, три операции, вернее, три инсульта прошел, поэтому имею некие проблемы. В связи с этим хотел бы быстро и просил слова в связи с этим. Хочу сказать, добавить к тому, что уже было мною сказано, что люди взрослые, прежде всего закон даже 152-й, там же написано персональные данные. Если вы не персоны, так вы чего? Если вы собираетесь персоной пользоваться, так пользуйтесь. Касаясь вот человека, я не видел, кто рассказывал про себя, помимо того, что он коснулся и какую-то писульку оставил, там, как правило, если, насколько я помню, заполняются некие данные, которые позволяют идентифицировать лицо, которое приходит, независимо, запчеркнул ты, не зачеркнул, там есть данные, ты написал, что там, извините, зачеркнул, считается, что ты зачеркнул, это неизвестно, что, а если там данные есть, а то, что ты там, а я отказываюсь подписывать, да ради Бога, каноническое право, кто писульку оставил, тот взял на себя ответственность, имел он на это право, не имел, не имеет значения, главное оставил, точно так же с вашими персональными данными, если вы имеете отношение к персоне, так сделайте так, чтобы получать, как там говорят, плюшки с этого, если не имеете и не умеете получать плюшки от этого, так зато кричим все, это не мои персональные данные, я не персона, стоп, если ты не персона, что ты туда лезешь, писать, что я отказываюсь от этих персональных данных, это все, я извиняюсь, если кто захочет что-то спросить, я предлагаю просто написать, найти меня можно почти везде, но, к сожалению, читать мне проблематично, а ходить я начал всего лишь как полгода хожу, всех благ. Благодарствую, молодец, отключил микрофон, ты не учитываешь, Алексей, очень важный момент, здесь в чате присутствуют люди разного уровня осознанности, с разным опытом, с разной практикой, сейчас разговаривал Владимир, у него первый опыт в суде был, он новичок, поэтому элементарные вещи нужно разъяснять новичкам, а не ругать их за это, вот, так вот, Владимиру поясняю, ты сказал, приставы, невозможно их заставить соблюдать свои интересы, возможно, но на первом этапе нужно научить их защищать твои интересы, и не нарушать твои интересы, первое, не нарушать, потом защищать, а потом исполнять, а ты хочешь сразу, чтобы они исполняли твои интересы, так не получится, получишь обратную реакцию, скорее всего, негативную и отрицательную, так, еще что-то хотел сказать, так, 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 отказался, отказался, я бы хотел вот про этот момент уточнение получить, про, ну, поставил, подписывать отказываюсь или поставил точку, значит, уже принял, то есть, а почему именно так, и где это прописано, что вот порядок такой, вот только я коснулся этого документа, я уже его принимаю, в моем понимании, если я прочитал их документ, ну, неважно, письмо, постановление, там, о штрафе, что угодно, и написал на этом документе, там, подписывать отказываюсь, в моем понимании, это я выразил, там, свою волю, что я с этим не согласен, а вот почему именно так, что даже поставив точку, я автоматически ну, там, я или там кто угодно, да, с этим автоматически согласился, мне вот этот момент, и, наверное, многим тоже непонятен. Разъясняю, значит, насколько я понял, ты написал два слова, подписывать отказываюсь, правильно? два слова от руки нарисовал, правильно? Да, да. Вот, соответственно, по законам РФ, по криминалистике, есть такая наука, криминалистика, которая устанавливает личность по почерку, и у них есть два образца, двух слов с твоим почерком, установить личность, это по двум словам, я думаю, не составит проблем настоящему эксперту, то есть, ты оставил живой след, ты удостоверил, что ты подтвердил факт ознакомления и подтвердил факт отказа от подписи, то есть, ты отказался от защиты и от управления персоной, это проявление некомпетентности, ты им дал понять, что ты понятия не имеешь, что делать с этим документом и как на него реагировать, и как защищать свои права и интересы, вот что ты сделал. По поводу точки, точка, вот тут уже трудно идентифицировать, тут уже криминалистика не катит, кто эту точку поставил, непонятно, если нету двух очевидцев, они, скорее всего, будут, если ты поставишь точку, они, скорее всего, позовут двух очевидцев, свидетелей, и оформят так, что присутствие отказался подписываться, поставил точку, все, этот факт они подтвердят, они, скорее всего, так и сделают, но при этом ты опять проявил некомпетентность и не знаешь, как реагировать на этот документ, и через очевидцев они подтвердили твое ознакомление. Я это уже все протестировал, пять лет назад, и отказывался, и ставил прочерки. Все это протестировано. Я тебе поясню, как это работает. По поводу твоего дела, ты, говоришь, перестали беспокоить, и непонятно, что решили, и отпустили. Я тебе скажу, что практика показывает, что, скорее всего, они приняли решение не в твою пользу, а в твоем отсутствии. То есть ты отказался от управления персоной, не защищал свои интересы через свою персону. Вот что и произошло. Я тебе советую зайти на сайты мирового суда, городского, районного и судебное дело производства, вбить персональные данные, фамилия, имя, отчество, и проверить дела. Там, скорее всего, будет запись, что дело решено не в твою пользу. Проверь. Хорошо, благодарю. Кто-то говорил в чате, не тот товарищ Сталин, 2.0. Если долго на судебные письма не отвечать, то это тоже может плохо кончиться. И отказываться как бы нельзя. И слишком часто отписываться нельзя. Либо иначе система, как отписников, тебя на черную метку на карандаш возьмет, и плюшки, возможно, какие-то не будешь получать. При любом возможности, если тебя хорошо в небольшом городе знают, могут, как меня вот на сутки упрятать. Я же говорю, постоянно на сутках. Я теперь лишний раз суваться не хочется по этим заведениям, по всяким. Они преподают уроки, но, видать, еще не совсем готов. Отказываться нельзя, и правильно говорить надо научиться. Да, уроки вот эти все пройти, конечно, надо. Смотрю сериал «Форс-мажор», и там вот эта ситуация очень хорошо показана. Там вот, допустим, бывают мелкие дела, типа же дело о выселении, или там собака заболела, что-то такое, какие-то мелкие дела. А бывают крупные корпоративные сделки, которые очень на многое влияют, и возможны уголовные преследования, аресты и все остальное. Так вот, там показана ситуация, что по одному делу чуть ли не 15 раз ситуация менялась кардинально. То сегодня сделка состоится, завтра она уже не состоится, а послезавтра она опять состоится, а на следующий день опять не состоится. И так 15 раз. А все из-за того, что адвокаты с одной стороны находили способ, контраргументы, какие-то методы, воздействия, какие-то законы, нормы права, какие-то поправки. И вот так у них постоянно борьба идет. И там звучит интересная такая фраза «Будем действовать как хирург». Это как, говорит, давить на больное место, пока не сломаем. Вот система действует так. Она потихонечку-потихонечку нажимает, нажимает, проверяет, когда человек заорет, проявит свою волю, закричит, заорет и начнет защищать свои интересы. Не защитил, сломали. Пистолеты, приставы приходят, полиция и так далее. То есть по возрастающей. Проще всего это на начальном этапе решать. Но для этого тоже нужны знания. А чем дальше идет, тем больше уроков и тем больше давления системы. Поэтому проще всего на начальном этапе решать. Но это не значит, что нужно отказываться от последующих уроков. Система все равно будет создавать такие ситуации, чтобы проверить. Ага, на первой ступенке он справился. А посмотрим, что он на второй будет делать. А, некомпетентен. Все, сразу третью включаем. Можно тоже сказать. Я бы на вашем месте, Сергей, вот Сергею свободному отвечаю. Я бы на вашем месте бы нашла бы, во-первых, посмотрела бы все равно все мировые суды районные и городские под каким ИННом ходят, они под каким-то важным ИННом ходят. Например, вот у нас Краевой Пермский суд. И получается все это структурные подразделения вот этого Краевого Пермского суда. Вот у нас там есть такой Юрик, без доверенности действует. Это Суханкин Николай Иванович, по-моему. Не помню отчества. Вот, соответственно, есть сайт, где проверь контрагента в налоговой. Там написано, что этот Суханкин Николай Иванович, он самозанятый. Также можно набрать дюнс. То есть все, вы уже таким образом доказываете, что вот этот суд, ну и которые его подразделения под этим ИННом, они уже никакие не госорганы, они уже юридическое лицо, да? Соответственно, они же вам что-то шлют, ну, в вашей персоне, вот, а вы как бы с ними договор не заключали. Вы, во-первых, прописываете себя как мужчину, во-вторых, пишете, что вот вы вот такой-то, такой-то, вот ваш дюнс, вот вы самозанятый. И, следовательно, вы должностное лицо, должник, да? А должник вы по 870, ну, вы же от имени Российской Федерации опять действуете. Значит, вы должны перед народом, то есть передо мной, в частности, вот, и что я хотела сказать, это просто надо извещать и, типа, и запрещать им присылать, ну, как бы, ну, от третьих лиц узнавать персональные данные, там, и анкетные данные, как бы, ваших родовых признаков, потому что вы же им не передавали, они же откуда-то узнали, например, от тех же ЖКХ-шек или каких-нибудь там штрафников, там, МВД-шек, там, я не знаю, А тех же лиц, да, они все это узнают, они же в базе данных у всех практически. Вы должны извещать их, вы должны извещать и говорить, что с вами у меня никаких дел нет, а во-вторых, вы должностные лица, вы должны народу, ну, то есть вы это все прописываете на основании ГК РФ, вот этой 817, и что они вообще, в принципе, имеют право на основании своих уставов и лицензий с вами оказывают услуги, а услуги не могут быть под принуждением. Ну, то есть вы проявляете дееспособность, ведите, как бы это как его, ну, переписки правильные, и потом запрещаете им, во-первых, менять вам правосубъектность мужчины и женщины на имущественный статус, то есть запрещаете, просто прописываете это в ректооговорке, запрещаю всем, ну, вот этим вот вам и вашим структурным подразделениям и вашим должностным лицам обращаться ко мне, как это, как к имущественному статусу, то есть вы, давайте им понять, что вы в курсе, вы все понимаете, что вы не какая-то неучетка, а именно живой человек, не человек даже, а мужчина, человек это тоже статут, вот, и получается... Можно вопрос, пока далеко не ушли, и как они реагируют? Они прислушиваются к вашему вот этим заявлению? Они прислушиваются к вам, а как они могут нарушить вашу волю, если вы прописываете «это моя воля», и вы прописываете им, то они как это могут опробевать? Нет, нет, подождите, подождите, остановитесь, Елен, ты не слышишь вопрос, вопрос был задан, и вопрос неправильно был задан, смысл вопроса был, есть ли результаты, и как реагируют? Я сразу скажу, у Лены хорошие результаты, и реакция колоссальная. Антон, с тобой немножко не могу сказать, что у меня просто система затыкается, она просто в затыках, то есть она акцептует и тормозит, на ступоре стоит. Я не скажу, что у меня положительно что-то, ну и отрицательного как такового нету, потому что они не знают, они вот пойманы, да, это вилка такая, вот, и я поэтому некоторые вещи озвучиваю, если кто-то понимает, пробуйте, у меня сейчас нет таких проблем, поэтому мне обкатать особо не на чем, вот, а у кого есть, и кто понимает, о чём я говорю, именно понимает, а не так, чтобы вот это, как сказать, с бухты барахты в омут с головой, тогда перемолят, а именно надо отстоять свою правосубъектность, тогда вы отстоите свои штрафы и всё остальное. То есть, ну я говорю, если вы меня поняли, вот Антон-то понимает меня, о чём я говорю, и он уже для себя какие-то пометочки делает, и он это потом эти плюшки, ну как бы, при возможности потом применит. Если вы понимаете, о чём я говорю, значит, вы тоже сможете отстоять свою правосубъектность и свои права. Правосубъектность — это и есть ваши права и свободы, и вас никто ни к чему не может притянуть, вы это просто можете доказать. На основании ихнего же устава Конституции Российской Федерации, статьи 19, пункт 3, например, и что вы народ, и что вы власть, пункт статья 3, там всё это сказано, и они не могут это опротестовать, но это надо говорить всё с уверенностью, и они это видят, они это считывают. Может ли человек, или его можно где-нибудь поймать на учётку какую-нибудь или ещё, ну и по учёткам они наши должники, я же вам говорю, посмотрите, ГК РФ 817, они даже нашим учётным записям всё должны, они как в частном правовом поле наши должники, так и в публично правовом поле наши должники, и просто люди об этом не знают, я сама это недавно всё узнала, и поэтому тоже делюсь, ну обкатать как такового мне пока нет, нет, я обкатываю, у меня от системы нет результатов, потому что они не знают, как ко мне обратиться, я им запретила обращаться ко мне как к имущественному статусу, а тут они хвост готовы съесть, но женщины меня не назовут, и поэтому они просрочены мне, я уже их на аферты выставила, что от того, что у них идёт просрочка, и всё равно они молчат. Вот у меня есть проблема с сыном, то, что его выгнали сейчас со школы, опять монту нет, я сейчас поеду Краснову, потому что у меня куча документов, и куча того, что акт со свидетелями, что его не пускают в школу, нарушают его права, то есть мы уже не стали ждать ментов, а полицию, да, извини, Антон, вот, и составили сами, ну, как сказать, пришли в школу с двумя свидетелями, я с двумя, под акт, что не пускают вот это самозанятое лицо директор школы, выпустила приказ, причём она осваивает бюджет, потому что в основе договора образования лежит свидетельство о рождении, ценная бумага, и, соответственно, гражданин, он и есть заёмщик вот этой школы, да, и это засранный, ну, директор, да, не пускает моего сына в школу, при этом осваивая, осваивая бюджет, то есть она эти деньги, которые там, ценная бумага крутится, и при этом услугу не оказывает, заявителю наносится ущерб, то есть мне и моему сыну, да, вот, я это всё в четыре инстанции написала, дала 72 часа, они мне ничего не ответили, вернее, они какую-то отписку департамента образования ФИО написали, ну, я-то, я-то не ФИО, я же им написала, так как от вас нет ответа, мне плевать, что это отписка, отписка это ФИО, а я-то им писала от женщины, соответственно, я им там везде запретила обращаться ко мне, и вообще это, как бы, моральный ущерб наносится тем, что вообще стождествляют меня с какой-то там бумажкой, вот, и прописала, что они, в принципе, везде должники, вот, и теперь я им сказала, если в течение суток не восстановить, не суток, а 24 часа я прописала, они тоже не восстановили, ну, что они сделали, они всю школу на дистант вывели, чтобы только, чтобы только моего не завести в школу, они всю школу вывели на дистант, причём там какую-то нелепицу сейчас лепят, что то отопление там отключилось, то пищеблок не работает, каждый день они какую-то хрень на три дня придумывают, у меня вот неделю сын в школу не ходит, как только я их на аферту поставила, уже всё, и сказала, вы по миллиону будете ежедневно мне платить с 29 ноября, они вывели всю школу на дистант, и там один единственный день был в четверг, это был вчера, да, когда они сказали, в четверг учимся очно, я тут же схватила двух понятых, ну как, очевидцев, как я их называю, мы пошли, и я привела моего сына, и они не пустили, говорят, у нас приказ директора, я говорю, ну то есть вы не пускаете моего сына в школу, да, я это всё фиксирую, они подписываться не стали, что правонарушение идёт, да, что как бы это по 43-й статье Конституции РФ, что нарушаются права на обучение, да, вот. Ну и, соответственно, я это всё под видеопротокол и под двух понятых, как бы очевидцев, всё это подписали, мы это так, и домой я пришла, быстренько сосряпала рапорт в полицию, потому что полицию не дождёшься, проще своих двоих взять, вот, и написала это в полицию, что я это ещё всё зафиксировала, то есть, и теперь, если сейчас у меня ничего в Перми не получится, я сейчас сяду, напишу письмо Краснову, это в Генеральную прокуратуру в Москвы, пусть я разорюсь, но я съезжу и покажу, ну, что у нас тут порука идёт вообще во всём, то есть они заткнулись, но сына моего не восстанавливают, им проще вообще всю школу выкатить на дистант, чем восстановить одного мальчика к обучению, вот, понимаете, я так думаю, что это всё-таки намутило я, а не стечение обстоятельств, ну, или у меня корона уже на голове, потому что я вижу, что что-то происходит нездоровое в моей школе, вот, не пацана его заводит в школу, а всю школу выводит на дистант, понимаете, что творится сейчас, вот, ну, всё равно я не собираюсь сдаваться, потому что надо проявить волю, и в конце концов столько сил угрохано, что теперь я уже не сдамся, и в конце концов за мной мой сын стоит, и я великий потомок своих предков считаю, потому что Великую Отечественную войну наши дедушки и бабушки проливали вод, а мы сейчас как трусы сдадим своих детей на эти дистанты и на все эти медицинские опыты. Разве я не права? Благодарю за внимание. Ну, вот, говоришь, результаты маленькие. Хочу сказать, что Елена три года только изучает тему, и за три года, учитывая её опыт, что она мало что сама изучала, говорит, что там услышала, тут услышала, там почитала. В общем, разрозненные знания, учитывая это всё, у неё колоссальные результаты. Я хочу немножко добавить. Министер, подожди секундочку, я чуть-чуть добавлю, потому что я закажу объект, я не могу говорить потом. По поводу, что мы являемся кредиторами. Я так предполагаю, что у меня сработало, когда последний раз меня в суд притаскали за стирку, что когда я выступил с судьёй, перед судьёй сказал, что я являюсь кредитором этой, так называемой, организации, вы ещё хотите мой тормазались? Не получится. И тогда мы сели и начали договариваться, что мне выгодно, и судье тоже, что выгодно. Понимаете, тогда она пошла на уступки такие, когда я произносит такую фразу. Они прекрасно об этом знают, согласно Гражданскому кодексу. Так что всегда думайте, о чём говорите. Потому что возникают после этого дополнительные вопросы, на которые вы должны опять-таки ответить. Система проверяет всегда и везде. Она проверяет до конца ровно столько, сколько она знает, эта система. Я закончил. Благодарим. Друзья, здравствуйте. У меня дополнение есть. Владимир, дайте это вот, я выскажу то, что я хотел сказать, то, что я попустил Владимира. Вперёд. Так, Света, я вот хотел вопросик такой задать. У меня уже назрела такая мысль, она уже не то, что мысль, она уже прямо гигантское предложение такое. Если ко мне, вот я говорил уже, ко мне налоговая приезжала, я с ними общаюсь, ну, правом стать человек, и они ко мне ничего не могли сделать. И письма, я вот тоже хотел узнать, я письмо никакое не принимал. Когда почтальон пришла, я сказал, что в оферке не нуждаюсь вернуть отправителю. вот так было. Она галочки там поставила, но я ничего не подписывал. Росписи там вообще ничего не делал. И третий раз, когда они после этого уже приехали, тоже проблемы были. Ну, как проблемы? Они начали, мы общались, всё нормально, и опять ко мне в огород хотели зайти. И полицию вызвали, ответственные лица. Вот я уже думаю, уже вот так ответственные лица я записал. Вот если они вздумают ко мне ещё раз приехать, ответственные лица, и чтобы они взяли материальную ответственность за время, которое они у меня забрали, что я с ними общаюсь и вообще, чтобы понесли материальную ответственность за это, что они меня беспокоят, меня человека, мужчину, Михаила, беспокоят. Вот такие вот ответственные лица. И чтобы они взяли материальную ответственность, там, не знаю, ну, думаю, не знаю, уже нужно будет думать. Но они мне уже, так, они уже мне достали, потому что я уже следующий шаг, наверное, буду предпринимать. Благодарствую. А в чём вопрос-то? Чё-то несвязанная речь какая-то. Ты взял слово, говорил, будет, это, хочу вопросик задать, какое-то предложение сделать, а в итоге ни предложение, ни вопроса. Это, вопрос в том, как правильно им вот это всё, ну, преподнести красиво, чтобы они меня уже услышали и чтобы больше не доставали. Если кто может подсказки дать, буду благодарен. Подсказок, да, этого было много. Кто как только как и воспользуется правильно. Подсказок много надавали за этот вечер. Подожди, Сергей, пустая речь. Владимир хотел что-то сказать. Да, я хотел сказать вот к вопросу о школе. Мне доводится заниматься своим детьми, когда проверяешь уроки, и я вижу, что качество образования, скажем так, материала преподаваемого низкое. То есть, предложение или вопрос вот в чём. А есть ли вообще смысл вот так вот ребёнка в школу пропихивать? То есть, не создана ли такая вот ситуация, сама подсказывает, может быть, имеет смысл организовать как-то домашнее обучение или всё-таки, может быть, проще согласиться на дистанционку. Но потому что свидетельство об образовании будет. Но, как мне кажется, если правильно организовать домашнее образование, может быть, это даже будет лучше и качественнее, чем в школе. И при этом риск того, что ребёнку сделают какую-то прививку или ещё что-то, он тоже исключается. То есть, это некое такое предложение. Я, допустим, сам над этим думаю, как это организовать для себя, как минимум для своих детей. Но тоже пока не пришёл к сформированному плану действий, как это всё сделать. Может быть, кто-то тоже этим занимался, может быть, кто-то тоже что-то может по этому поводу подсказать. Я скажу. Можно я вам скажу? Я вам сейчас объясню. Сначала я тоже думала, что в этой школе делать нечего, в обычной, да, средней, СОЖ какой-нибудь. Потому что в уши льют вообще такую ерунду и это. Но тут вот сейчас объясню, и вы поймёте, почему нельзя со школы уходить. Вот сейчас я вам объясню. Хотя там много всякой внеурочки. Сейчас заменяют часы хороших предметов математики, русского языка, например, важных, нужных, там, литературы на какую-то хрень, да, там меняют всякие там религии, ещё что-то там вносятся. Я вам объясняю, почему это коварный план. В принципе, они так нас всех целенаправленно уводят на семейное образование, на дистанционное, на какие-то другие платформы. Объясняю. Смотрите, когда вы ходите в обычную школу, вам обязаны, когда АГ, да, в девятом классе начинаются АГ, они же должны, по идее, сама школа проводить итоговую аттестацию. То есть вот учителя, что дали детям, да, в головы, они же вот деньги-то вот эти вот оприходовали, но они почему-то не учителя проводят, как наши в советское время. Мы же, помните, с вами контрольные писали, мы с вами сочинения писали. То есть всё, что нам учитель вложил за 9 лет, скажем, или за последние несколько лет, мы всё это на бумаге выкладывали, и это была итоговая аттестация, настоящая государственная. Теперь они государственную аттестацию сделали через третьих лиц. То есть они сделали ОГ, причём требуют согласия. И это государственная итоговая аттестация идёт не от школы уже, а от других юридических лиц. И вот это ОГ, которое происходит, это просто тестирование детей, как на олигофренов, то есть на детей с ОВЗ и всё остальное. То есть что они делают? Это коварный план, получается, чтобы опекунов выписать опять новым нашим гражданам, нашим детям. Когда дети, они же как, заставляют получать паспорта в 14 лет? Вот, это уже, чтобы дети могли, хоть они и несовершеннолетние, сделать первое свои акцентно-офертные отношения. Второе, заставляют через родителей подписывать вот эти контракты, добровольно причём, потому что уже всё добровольно, согласие вы подписываете, что вы идёте на другую школу сдавать ОГЭ. А ОГЭ вот эти вот, они вообще от третьих юрлиц и для тестирования детей даунов. И то есть тут получается и паспорт в 14 лет, и тестирование на дауна под добровольную вот эту видеозапись, видеофиксацию. Они же всё так делают, люди просто не догадываются. А правильно, чтобы получить аттестацию, вы не должны никакие ОГЭ и ЕГЭ ваши дети сдавать. Они должны сдавать только в школе и писать контрольные. То, что школа дала, то, что ваши преподаватели напреподавали в голову ваших детей. Что вы делаете? Когда вы забираете на семейное образование или куда-то на дистант, тут же школа умывает руки. То есть как преподаватели имеется в виду. И уже тогда право требования у вас теряется к школе, да? И, соответственно, они уже, и даже если вы затребуете итоговую аттестацию через школу, хотя никто не будет вам проводить, ну вдруг вы как-то там прокачаете, то они вас просто завалят, понимаете? И будут правы, потому что они не принимали вот эти вот преподаватели, как сказать, участия в образовании ваших чат. Вот. А когда ребёнок ходит в школу, и они что-то засовывают ему в башку, они несут ответственность за это. И они должны, получается, вы отказываетесь от ОГЭ, вы потому что уже прошаренный человек, вы понимаете, что ОГЭ — это тесты для дебилов. И вы говорите, нет, извините, я не согласен и не подписываю согласие, я не расширяю наш договор на образование, в котором прописано, что мой сын учился на очном образовании. И, соответственно, вот поэтому мы будем сдавать экзамены согласно итоговой аттестации, и проведут их, эту итоговую аттестацию, наши любимые учителя, которые сами обучали моего сына. И учитель уже не заинтересован завалить вашего чада, вашего ребёнка, потому что тогда ему по башке прилетит. А что же он тогда оценки-то ему хорошие выводил? Там удовлетворительные хотя бы. Вот. И уже будет спрос уже со школы. И поэтому всё происходит так, что, получая паспорт чада, он ещё проходит вот эти вот тесты на олигофренов в каких-то третьих юрлиц, в третьих школах. И всё, опекун на всю жизнь обеспечен, потому что всё это было добровольно. Они, конечно же, нам все эти контракты не раскрывают, но именно в этом коварство и сокрыто. Школа идёт в ногу с вот этими вот паспортами. И всё. И потом опять, мало того, что мы сами, как бы, получается, недееспособные, да, нам тоже всучили эти паспорта, ничего не рассказав, ну, как бы, должники как будто бы по ним. Так мы ещё и детей сейчас так же. И когда вы их забираете на семейное образование, у вас к школе просто теряются право требования, понимаете? Тем самым вы уже сами подталкиваете детей на ОМГ, потому что другого вашим детям не будет дано. Но вот в этом-то и кроется подвох семейного образования. В том смысле, что да, школа ничего хорошего сейчас не даёт детям, бошки засирают, но всё-таки как-никак есть выход попробовать получить аттестат, всё-таки и другого аттестата, аттестацию школы. Но как только вы уходите, говорю, на семейное образование, вы теряете это право требования от школы. И у вас будет либо дети вообще будут не аттестованы, либо прямая дорога всё равно к этому ОГЭ, ЕГЭ, потому что другого вам не будет дано, потому что вы со школы ушли. Надеюсь, я ответила на ваши вопросы, я сформулировала мысль. Понятно? Благодарю. Я иногда думаю, может, меня не понимают. Можно вопрос? Лена, вот вы говорите, нас аттестовали, кого вас? Аттестовали кого? Не поняла. Я имею в виду, есть государственная итоговая аттестация, это когда дети идут в другие школы и проходят ОГЭ. А если итоговая аттестация? Аттестовали кого? Вашего сына, мальчика? Или аттестовали учётную запись, фамилию, имя, отчество? Аттестовали кого? Понятное дело, персона же заведена в школу. Но только, понимаете, персона может быть аттестована как ОВЗ, а может аттестована как в школе, как положено, как мы с вами в советской школе. Это и есть. Государственная итоговая аттестация, это ОГЭ, когда ты на платформах каких-то третьих лиц проходишь тестирование, а итоговая аттестация, это когда ты где учился, там и проходишь аттестацию. То есть подконтрольные, под диктанты, под это. И вот это понятное дело, что персону аттестовывают. Так много говорите, подождите минутку. То есть аттестовывается фамилиями отчества, верно? Фамилиями отчества – это учетная запись. Учетная запись чья? Кому она принадлежит, учетная запись? Кому опекун прикрепляется? К учетной записи. У нас с вами к учетной записи опекуны же прикреплены. И понятное дело, что в школу заведена учетная запись на основании ссоры и заявления родителя. Понятное дело, что пациент... А кто вам мешает, опекуну дать волю, и пусть он опекает эту учетную запись. Пусть он ее опекает. А вы будете органом опеки. Вот есть закон об опеке попечительства 48-й. Там есть три стороны опекунства. То есть говорит о чем? Это опекун или попечитель. Вторая сторона – это подопечный или опекаемый. И третья сторона – это орган опеки. Вот кто вам мешает, мужчине или женщине, стать органом опеки. И вот эту персону отдать в попечение. Пусть они ее опекают. А вы будете третьей стороной. Живой человек... Альбуша, а как вы хотите дееспособность проявить? Дееспособность проявляется именно нашими знаниями. Если я знаю, что вот так вот я подпадаю своего сына, подставляю под опеку, зачем мне вообще, в принципе, этого... Вот вы никак не вы... Вы разве сына подставляете под опеку? Вы не сына подставляете под опеку. Вы подставляете учетную запись. То есть фамилия, имя, отчество, ссор или паспорт. Учетную запись. Не мальчик. Нет, услышите меня, Альбуша, кто это делает? Мальчик же идет под видеофиксацию и добровольно ставит акцепты, что он согласен. И его родитель ставит акцепты, что он согласен, что он пойдет ОГЭ сдавать. Где же эта дееспособность? Услышьте меня. Понятно, что... Я по ОГЭ не говорю сейчас. Это понятно, что ОГЭ это... Третьи лица там это все устраивают для аттестации на... Я это все знаю, прекрасно понимаю. Вы назначите опекуна персоне и пусть опекун занимается, а вы будете как органы опеки только проверять, ну, получать отчеты. Я не знаю, как это делает. Как полиция опекает паспорт, а только в школе все наоборот будет. Я все равно не понимаю, как это сделать, как это сделать документально, вот о чем вы говорите. Вы не говорите, на какие ссылки, на какие законы, как это все в обороте ценных бумаг сделать, чтобы... Не надо, остановись. Остановись. Все остановитесь. Перестаньте говорить одновременно. Вот вы разговариваете, я благодаря своему опыту видеомонтажа вас обоих слышу, но вы друг друга не слышите, когда вы одновременно разговариваете. Она сказала закон 48 об опеке. Ссылка была озвучена, ты ее не услышала. Научитесь ловить паузы и отключать микрофоны вовремя, чтобы не забивать эфир своими словами. Там это опека, 48 закон. Как там можно рокернуть, если я, в принципе, тоже недеоспособная для системы, понимаете? Как я могу опекунство взять недеоспособное над недеоспособным? Сын-то несовершеннолетний. Тут надо разбираться и разбираться. Я просто говорю, что не надо делать, в принципе, то, что я вижу сейчас из тех действий, которые, например, люди забирают детей на семейное образование. Они потом не дают шансам детям вообще сдать итоговую аттестацию в школе, а не в третьих юрлицах под ОГЭ. Вот это я хотела донести. А Ольгуша уже стала говорить, что персоны и всё остальное. Понятное дело, что учётная запись крутится в школе. И понятное дело, что ФИО учится, как будто бы они… И ученик-то ФИО, а получает знания мальчик. Это всё ясно-то. Чего вы меня тут подловить-то хотите? Вы не правильно поняли. Я совсем не хочу подлавливать. Это вы придумали. Я просто подсказываю, делаю подсказки. Вот 48 закон, там 17, 18, 19 статья, это об имуществе, об имуществе опекаемого. Есть ещё 37 статья Гражданского кодекса об опеке и попечительстве. Понимаете, дело в том, что у нас у всех опекуны есть. Они априори есть. Они взяли над нами опеку. Вернее, мы отдали, не зная. Мы это сделали, не осознавая, не зная всех подводных камней вот этого формы П-1. мы подписали. Он опекун этот есть, он у нас прописан. Но он это делает негласно, он опекает нас негласно. Но надо, чтобы встать над этим опекуном, встать, надо ему дать, как это, как это сказать, дать свободу в действиях, дать ему доверие и дать ему полномочия. Вот оказать ему доверие и дать ему полномочия. Окажите доверие ему, пусть он, что вы доверяете ему, что он, пусть он опекает эту персону. Но при этом он обязан вам отчитываться, живой женщине, допустим, по номеру телефона или по этой самой, по электронной почте, чтобы он вам отчитывался за все действия, которые, это самое. И тогда этому опекуну можно все направить, все. Повестку в суд. Вот вы получили, допустим, это пришла повестка в суд. Закладываете ее в конвертик и опекуну раз эту повесточку в суд. пойди-ка разберись, кто же к твоей персоне имеет какие-то претензии. Дальше какая-то это самое, квитанция какая-то на оплату из налоговой, из атома энергосбыта или Газпрома. Опять туда же. Повестка, допустим, в армию для мальчика. Опять туда же, опять это опекуну. Ну-ка разберись, кто к твоей персоне недееспособный, имеет какие-то претензии. Понимаете? Пусть он разбирается. И эти люди, они имитенты паспорта. Тот, кто имитировал паспорт, это отделы Министерства внутренних дел по районам или по городу. Спасибо, Лена. По-моему, Жанна Горбачева хорошо семинары ведет по всем этим вот ихним ФЗ, МКЗ. У нее хорошие семинары и большие многочасовые стримы. Она очень грамотна, очень все по полкам всем родителям все рассказывает про школу, про рамки, про все вот это остальное. Часто слушаю ее. Хочу вас предупредить, что стримы у нее хорошие, долгие, нормальные, а все эти семинары, они у нее платные. Там 3-4 тысячи семинар. Сказать, я Жанну Горбачеву тоже слушала, но не ложится мне на душу эта женщина. Хоть она красиво рисует и красиво рассказывает и ходит по инстанциям. Во-первых, она тоже как засланка своего рода, но я не могу опять ярлыки вешать. Это я так чувствую, потому что она или в депутаты или в депутаты метит. Почему же они все депутаты, они все в курсе, что мы не персоны, они никогда это не говорят на общак, это раз. Во-вторых, она по всем ФЗ, и вот то, что вы, Ольгуша, говорите, что я должна по 48-й какой-то там статье, я не знаю, чего там, какая РФ или что там, на что вы там ссылаетесь, должна найти себе, стать над какого-то либо опекуна, или что-то, ну что-то вы имели в виду, что тот, кто будет вести дела моей персоны. Я правильно что-то вот такое смысл уловила? Так вот, лучше, чем я сама вести дела своего Буратины, никто не будет, потому что это получается полное доверие, если там кто-то промахнется, то опять же таки буду страдать я, да, как женщина. Поэтому, как заинтересованное лицо спасти свою шкуру, лучше меня, никто меня не защитит. Поэтому я считаю, что ни по каким ФЗ я не хочу действовать, я просто выбираю правосубъектность женщины, и я в правах и свободах. И ФЗ, МЗ это просто оферты, для граждан и физлиц. То есть вот. А я иду, в принципе, как независимая. То есть мне, идите вы все в БАМе, мало ли что, мне надавали какие-то паспорта и какое-то что-то. Никто у меня не отобрал волю. И никто не имеет права мне запретить заявлять его или изъявлять своё. И ни один, ну кто-то там доверительный управляющий не сможет отстоять мои интересы лучше, чем я сама. То есть я вот к этому хочу сказать, потому что я заинтересована в прямом смысле, чтобы с меня шкуру не стояли. Стоп, 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 стоп. Ну зачем одну и ту же мысль десятью разными предложениями высказывать? Елена, научись коротко высказывать свои мысли. Ты уже десять предложений произнесла, что ты лучше будешь представлять интересы своего сына. Это можно было одним словом сказать. я тебе советую обратить внимание, точнее направить свою лучшую внимание на эти статьи, на этот закон и на гражданский кодекс и на ту идею, которую озвучила Ольгуша. От тебя не убудет это раз. Решение принимать естественно тебе. Твоя позиция очень хорошая и очень сильная и очень скажем так справедливая и материнская. Но отказываться от знаний ты озвучила вопросы, тебе сказали, а ты отрицаешь это все. Я бы изучил и посмотрел бы с какой стороны и как в свою пользу это можно все повернуть. Не обязательно на эти статьи ссылаться, на законы их и так далее. Там написаны принципы взаимодействия, то есть знания. Возможно ты там как-то повернешь в свою сторону или наоборот запретишь на основании чего-то каких-то принципов в свою сторону какие-то взаимодействия негативные. Не стоит отказываться от уроков. Был задан вопрос, были даны ссылки. Я бы изучил, а потом бы уже принимал решение. Благодарствую. Повторю, да, повторю. Закон 48 об опеке и попечительстве стоп, 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 не надо повторять. Остановись, Ольгуш, идет запись. Если ты что-то новое хочешь сказать, говори. Но повторяться не надо. Это запись идет. Умножай на 77 участников, плюс те, кто будет слушать записи. Уважайте чужое время. да, извините. Только что отчитал Елену за повторы, и Ольгуша решила повториться. Мисем, по поводу твоего вопроса, как действовать, как от них отбиться в следующий раз. Отбиваться не надо, надо научиться взаимодействовать. Пришли мысли, что вот у нас тут есть люди, которые написали свои договора взаимодействия с системой. Если к ним подходят, ну вот как тебе, да, уже там пятый раз, ты пытаешься как-то защищаться от них от траты пустой времени, ты не защищайся, ты им предложи взаимодействовать на твоих условиях. Составь договор, назови там агентский договор, вот как с масками, принцип с масками, да, требуют одеть маску. Нюрнбергский кодекс, подпишите, что вы всю ответственность на себя берете по этим медицинским экспериментам. Вот то же самое в твоем договоре можно написать. Любой вопрос платный, любое взаимодействие платное. Визит столько-то стоит, минута времени столько-то, на тебе подписывайте, потом будем взаимодействовать. Включаешь диктофон, включаешь секундомер. Поехали. Одна минута один грамм золота. В случае нарушения условий договора условия тут же меняются. Килограмм золота за одну секунду. Подписываем, взаимодействуем. Нет, свободно. Копай в эту сторону. Можно сказать... Благодарствую, Антон. Подожди, Олег Гош. Это... Благодарю за ответ. Очень мощный. Еще одно. Вот что я вспомнил, когда они первый раз ко мне приехали, у меня вот первый раз я четко и ясно им сказал. Они ко мне вообще даже два месяца не приезжали, близко даже не хотели. Они уже второй раз, когда приехали, уважаем их и мы просто ну нас заставляют. И... А что я первый раз сказал, ну что без акцепта, без ущерба наимущество на меня и сказал такие слова. Пора бы встретиться с тем опеконом, который взял на себя ответственность за физическое лицо. Вот их след простыл. Вот это тоже немаловажно, друзья. Ну поделился то, что я путь прохожу по-своему, каждый по-своему. У нас в Молдавии как-то эти законы, эти все это все на румынском, они сейчас даже не на молдавском, там не разберешь ничего. Но я стараюсь по-своему, я волю свою проявляю и ну иду своим путем, но тоже как учусь еще благодарствую. Вот тебе подсказка, когда ты получал паспорт гражданина Молдавии, да, там так и написано на первой странице, тебе никто не озвучил и не предоставил, не ознакомил в полном объеме подроспись с условиями договора, контракта и вот этого опекуна, какие обязанности у опекуна, у попечаемого и у гражданина. То есть условия договора неизвестны, и вы их не предоставили. я бы на твоем месте истребовал, предоставьте условия контракта, договоры, короче, все обязательства, права и все остальное полностью опишите. Откажутся, значит, на этом основании или проигнорируют, или отписку пришлют. В общем, полные условия не ознакомят под роспись. Делай свои условия, свой договор. Благодарствую. Все-таки мне хочется сказать... Я извиняюсь, вслед за Антоном хочу добавить к тому, что он заявил. Как я уже говорил, я начал все это изучение с того, что каноны позитивного права. И первое, что я увидел, что каноны позитивного права это практически существующий гражданский кодекс. Соответственно, те, кто упирается на гражданский кодекс, должны постоянно помнить, что это каноны позитивного права и строятся они на афертном взаимоотношениях. И к этому вы же сами можете прийти, когда будете начинать смотреть, кем подписал, кто подписал, когда подписал. Потому что в этих законах нет никакого нарушения и они соответствуют канонам позитивного права. Соответственно, из канонов позитивного права тоже маленькую подсказку дам. Тот, кто изучал английский язык, тем легче. Если он просто возьмет и переведет слово паспорт с английского языка на русский, то легко найдет, что одно из значений это слово означает корпорация. я. Соответственно, тут же хочу, почему взял слово, потому что тут же хочу указать на 48-й ФСЗ, там есть большой пробел, там идет речь об опекунстве. Что касается формы П-1, но это сразу говорю, это мое личное мнение и на абсолют знаний я не претендую. Форма 1П это и есть это некое описание договора между человеком и государством. Соответственно, кричать о чем-то там еще у вас не получится. Единственное, как Антон сказал, можно будет перескочить на то, что не ознакомились с договором, с условиями договора, если отсутствует подпись в форме П-1 или там если в Молдавии она какое-то другое. Что касается Молдавии, есть прекрасный ролик об одном живом мужчине из Молдавии, который там проводил, присутствовал на заседании, как он себя вел, как он просил переводчика и все остальное прочее, какие там ему подводные камни выделяли, очень достаточно хорошо человек прошел это и соответственно у него наверняка есть какие-то результаты. Еще раз повторюсь, только извиняюсь, понимаю, что нельзя повторяться, но поймите правильно, что все федеральные законы это оферты и соответственно делайте на это дело. Ну, вроде все. Благодарствую. Алексей, я добавлю немножко. Подождите, я добавлю немножко. Подождите, подождите, дайте я скажу. Значит, еще одна подсказка, МИСИМ, когда будешь писать свой договор, старайся не использовать, не ссылаться ни на законы РФ, ни на каноны. Если ты будешь ссылаться на это, то ты залезешь на авторское право. И сам договор лучше писать на немножко видоизмененном языке. То есть, если ты обратишь внимание, вот я недавно слышал какую-то молитву, там как-то неправильно склонения поставлены, неправильно как-то вроде о множественном числе говорят, а потом в единственное переводят. Короче, это можно таким методом создать свой уникальный авторский договор. Любое использование фраз цитат, то есть, попадая сразу под авторские права, и тем самым ты уходишь из-под авторского права Российской Федерации, канонов и любых других авторских прав. Кто-то видел, пишет на славянском языке, то есть, если ты славянин, то это твоя родная речь, твоя родная письменность, ты имеешь право это использовать. Либо создать свой авторский язык, очень похожий на русский. Подождите, Аладдин, я сейчас так скажу. Я где-то слышала, очень многие люди, например, пишут, не ця, например, пишет ца, пишут, ну, то есть, через ца. Вообще говорят, что ца это очень мощная энергия, да, вот у нас просто отобрали и ликбез провели, что ця, да, а дети же как слышат, так и пишут. И вот многие люди, вот которые правильно, как Антон сказал, начинают писать через ца, то есть трудятся, пишутся, то есть они не тсяп на конце, и это уже вроде и смысл не теряется, и не ошибка уже получается, и в то же время это ваше авторское право действительно может быть и прокатит. Благодарю, я вот хотела пять копеек так, я по поводу МИСЕМ, да, дело в том, что в Молдавии они эту тему еще не знают, и ему проще протолкать и защищать свои интересы и права именно по этой теме, по нашей теме. В России немножко сложнее, потому что уже все в курсе, многие в курсе, и они подготовлены уже, когда люди приходят на эту тематику разговаривать, они уже готовы к этому. Только ты обозначил себя определенным статусом, они уже понимают, что ага, этот человек пришел под этим статусом, с ним уже нужно разговаривать на его же языке, только придавить его нужно, опять, на его же языке. А в Молдавии такого нету. Я про это хотел сказать. И по поводу, Антон напомнил, проговорил ту тему, где не нужно прописывать никакие законы. Я находил статью, когда я начал, я также сейчас пишу, не указываю никакие законы, не ссылаюсь на них. Я находил статью в кодексе УССИ, я сейчас не помню эту статью, но она там точно есть, что если ты ссылаешься на какой-либо закон, на какую-либо статью, ты автоматически принимаешь условия данного закона. И они тебя по этому закону могут придавить. Я закончил, благодарю. Да, Антон, еще вот такая штука в чате, забыл, разум полно, чат. Там говорили про статью 29 ИВЗ, очень сильно действует. И расписываться можно не бояться, роспись нужно перечеркивать тремя чертами. Это как вот УССИ получается для этой системы. Очень сильная штука для школ, для ЗАГСов, если что-то заставляет под принуждением. Статья 29 ИВЗ и по-моему не то 14 и не то 17. Об этом что-то слышал о ИВЗ в этих статьях? Во-первых, если ты произносишь какое-то сокращение первый раз, расшифруй его. Сначала произносится полностью, это полное наименование, а потом это, ну, как документы оформляются. Европейская декларация по правам человека, в скобках далее ЕВПЧ. Что такое ЕВЗ? ЕВЗ забыл, сейчас посмотрю, сейчас, минуту, пока. Мне ясно стало, да, ЕВЗ? Ну, я вам хочу сказать, что... Олеговша, подожди, подожди, не надо трактовать за другого. Он сказал, пускай сам трактует. Расговаривать я попозже в тему, я не помню, из головы вылетела. Отлично, Олегуш говорит. Ну, он имеет в виду единообразный вексельный закон, ЕВЗ, это конвенция единообразная... вписывают там ректооговорки свои и перестают отказ от подписи работать. Написать протест не акции, я запрещаю всем. Ну, я согласна с Олегушей, что 29-е ЕВЗ в принципе уже не работает даже с ректооговорками. Я применяю в основном вот эти прочерки вот по протоколам. Я когда прочерк пишу, не пишу, а точнее вычеркиваю там место подписи, у меня вырывают из рук эти протоколы. Наши доблестные товарищи пусть ставят. Для них не важно, что ты поставишь. Подпись, роспись. Главное, чтобы была твоя рука там. Я ей повторю, что моей руки в этом документе вашем не будет. И все, она тогда попросила полный другого. Остановись, ошибаешься. Ошибаешься. CFBuy AR работает проверенно многократно при правильном использовании. CFBuy AR это не панацея. Я сколько разъяснял людям видео самостоятельной правозащиты. Все посмотрели, многие сталкивались с полицией и вместо того, чтобы в определенном месте определенную фразу писать, они тупо везде пишут CFBuy AR. Это не спасет. И если ты везде поставишь подпись там и везде позачеркиваешь, это тоже не спасет. Нужно знать, где, в каком месте что писать. Нужны знания. А не просто панацею взял волшебную палочку и везде понапихал ее. Они смотрят, что типа говоришь, что человек, а по факту действует как обезьяна с гранатой. Везде пихают эту гранату и думают, что она сама по себе сработает. Нифига подобного. Нужно знать, где что и как писать. Я тебе говорю, проверен многими. многими. Я не того хотел сказать. CFBR тоже нужно знать, где применять, потому что за эту аббревиатуру можно получить и по ушам, если это действительно идет под принуждением. Просто так этими аббревиатурами раскидываться тоже не стоит, потому что за них придется когда я знаю, я об этом рассказываю в видео самостоятельная правозащита. Что такое, во-первых, нужно знать, что такое CF и что такое BIR и что между ними писать и что это означает и какие действия нужно предпринять, прежде чем это писать. Нужно сначала зафиксировать факт принуждения, а потом уже писать под принуждением. Я об этом и говорю, что нужны знания, что и как и где писать. Я об этом же сказал. И стрять можно очень серьезно. Подождите, я знаю, что одного человека вызывали конкретно по этой подписи и он не смог пояснить. Ему дали несколько суток на подумать ареста. И он мне звонил и рассказывал эту ситуацию. Я ему разъяснил, почему он ошибся и почему ему дали четверо суток на подумать. Поэтому я говорю, это не все просто так. это не волшебные палочки, это не панацеи. Святозарок. Да, я только хотела добавить про статью 29 ЕВЗ. Она работает, это рабочая схема. Просто поясню, что это обозначает. Три горизонтальные черты обозначают, что фраза зачеркнута, вторая черта фраза восстановлена, третья черта опять зачеркнута. И дополнительные черты уже не допускаются. И три черты, первая черта зачеркнута, вторая черта восстановлена, третья черта зачеркнута, дополнительные черты не допускаются. Работает это только в финансовых документах, то есть я отозвал свою подпись окончательно, да, либо в вексели. В других документах иногда срабатывает, но не везде. Вот видите, тоже нужны знания по трем чертам, а не просто зачеркнул и все, и думаешь, протестировал, не прокатило нигде. А откуда мы знаем? Может вас спрашивали, а что это за три черты, а вы не смогли пояснить? А, значит не пояснил, значит некомпетентный, значит использует волшебную палочку, значит похож на обезьяну с гранатой. Что делают с обезьяной гранатой? Обезвреживают ее как можно быстрее, чтобы еще другим не навредил, ущерба не нанес. Вот эти все аббревиатуры, которые указываем мы обычно, вот, это работает только в тех случаях, если ты пояснил, что это означает, и для тех людей, которые это уже знают, которые знают эту аббревиатуру или те или иные, так что Эвер тоже такими аббревиатурами кидаться просто так не стоит, потому что задают потом много вопросов, на которые люди не могут ответить, неподготовленные и так же получают вошадки. Друзья, еще одно, я не перебью вас. Подожди, 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 сейчас слово дам. Подожди, дай слово сказать. Я о том же говорю, что вот взял слово один человек, говорит, ЕВЗ, что такое ЕВЗ? Не знаю, отлично, все, следующий. Три черты сказали, работает, один сказал, не работает, а почему пояснить не может? Во-первых, не пояснил, что такое три черты, не смог пояснить, во-вторых, сказал, что это не работает, где, как, на практике, непонятно. Вот Цветозара знает, что такое три черты, знает, что такое ЕВЗ, знает, знает статью, знает, что каждый из черточек означает, и как это все разъяснить. Если ей зададут вопрос, она сможет пояснить любому. А если вы используете слова ЕВЗ и три черты, не знаю, что это такое, и тем более ЦФБА и АР, а это очень серьезные аббревиатуры, это очень серьезные все, если вы не знаете, то лучше не использовать. Я всем так сказал. Так что вопрос закрыт. Не семь, говори. Друзья, когда по административке этой, когда это по административке этой в 20-м году судья спрашивает, а что такое ЦФБА и АР? Говорю, под принуждением. А тебя принуждали? Говорю, да, там это получается принуждение, применяли силу. Ну, и что это означает? Говорю, под принуждением. Ну, тут, говорю, нужно все знать, все знать, и тогда мне не прекратило. Благодарствую. Надо было сказать, это не значит опять под принуждением повторять одно и то же, а сказать против моей воли, в ущерб моих интересов, с применением, с угрозой применения насилия, а это признаки пиратства. А пиратства по закону морская конвенция ООН, ратифицированная Российской Федерации, любой пират подлежит уничтожению на месте. А вы пытаетесь в этом всем соучаствовать. Вот так надо было подвести, понимаешь? Антон, был случай, рассказывал, когда, вот я тоже, в том году, 8 декабря, на матерный день рождения, на сутках попал. На первые сутки сидел, когда с утра пришли в форме, в форме встали два человека, открыли, как оно, меня не в обезьяннике, не во временном, где содержали, а в обычной комнате, в общей. Я один там находился, пришли сотрудники, оба без фуражек, без пилоток, но один призвание в погонах, звезды не рассмотрел, но какие-то большие были, а второй стоял в дверях, не то капитан, не то лейтенант. И то, что мне потом сказали, пояснили, ты обратил внимание на форму, я говорю, обратил, петлички какие были, вот такие красные-красные, вот такие, фуражки, что было, фуражек не было. А петлички я потом рассматривал, все вот эти вот шевроны, все соответствуют милицейскому обмундированию. Фуражков не было, а так бы сразу в глаза бросилось. А я еще с просонью вставали, меня разбудили. Подъем, тут завтрак, с утра был туалет, все прочее. Мне кажется, все-таки в милиции все правильно говорят существует, просто они не все ее форму одевают. И возможно на глазах не особо ходят. Такого случая никого не было, чтобы кому-то это бросилось в глаза. Никто такого в практике не проходил. Ты их вживую видел? Видел. Одного сотрудника даже очень хорошо знаю. И имя, и фамилию. Искал его в органах, вот в этих, зарегистрированном, где не зарегистрированном, нигде не нашел, ни одной фотографии нет там его. А хотя он уже давно там работает, еще с советских времен. И очень хорошо он мне очень знакомый. Он у меня в друзьях, в одноклассниках, но в милицейской форме я его нигде ни разу никогда не видел. Именно в тот момент, вот с утра я их, и они мне бросились в глаза отчетливо и очень хорошо. Очень длинно на вопрос ответил. Видел, не видел, да, не видел. Надо было ответить да, нет, не знаю. Да, так вот, надо было применить три первых, первый, второй и третий принцип самостоятельной правозащиты. Включите аудио, видео и удостоверите их личность. Фамилиями, отчества, звания, должность, номер нагрудного знака, запомнить, как погоны выглядят и покажите удостоверение. Через удостоверение ты бы узнал, кто он и что он, где он работает. И если там штрих-код в его удостоверение с цифрами 0,1 это страна США. Ты удостоверение уникурил? На тот момент я в споросовании был, я не сразу вкурил, не сразу осознал, а телефон у меня с собой не было, так что у меня все вещи изъяли, даже шнурки из ботинок. Я говорю, а почему резинку не изъяли из трусов, она же тоже опасная. Вот так, шутка, я хитничал иногда с ней. Давай не будем опускаться ниже пояса, я наоборот призываю включить голову, а не ниже резинки трусов опускаться. Я понял, понял. Даже если у вас нету телефона с собой, ищите ручку-бумажку, нету ручки-бумажки, запоминайте. Это всего лишь инструмент, как сохранить информацию. Ты не выяснил, ты не выяснил информацию, чтобы ее на телефон даже записать, чтобы ее на бумажку ручкой записать, чтобы даже запомнить. У тебя должно от зубов отскакивать, фамилия, отчество, звание, должность, номер нагрузного знака, удостоверение. А потом разговаривать. Про соню, не про соню, не важно. Даже если ты во сне снишь и к тебе и ты их во сне увидел. У тебя там во сне это от зубов должно отскакивать. Зрение, плохое зрение, очков не было. Тем более я бы не разглядел, хоть даже бы ни один и показали. Даже это не важно. Даже это не важно. Тебе нужно проявить волю, высказать это все, чтобы тебя потом, если в суде спросят, а кто к тебе приходил? Или пожалуйста на кого-то. Хотя бы на слух воспринять. Ты же меня слышишь сейчас? Вот ты мог бы их услышать. Покажите удостоверение, зачитайте, пожалуйста, я не вижу. Пускай они тебя обманули, тебе для чего это все нужно? Во-первых, чтобы они идентифицировали себя, во-вторых, выявить все нарушения. Если он отказывается представляться, на него уже можно жаловаться. Он нарушил закон, он действует не в соответствии с законом о полиции или милиции, в зависимости от того, кто там стоит и как себя называют. Если он хоть какой-то закон нарушает, хоть один пункт, он уже по факту вводит тебя в заблуждение, потому что он назвался полицейским, а по факту в закон о полиции не выполняет. Это признаки мошенничества. Вот для чего это делается. Чтобы ты мог потом пояснить, что тебя ввели в заблуждение и принудили. У них с собой были пистолеты, под угрозой применения пистолета был вынужден. Все. Ответственность полностью снимается. А так у тебя ничего не зафиксировано, ты знать не знаешь, кто такие. И ни одного нарушения за ними не вывел. Можно слово? Говори, не выдачу. Так не разнервничал, так разволновался, я слышу по голосу, как ты волнуешься. Хочу взять две минутки, рассказать свою вот эту идею по поводу опекуна, и чтобы тебе дать время успокоиться немножко. Я что хотела сказать. Вот смотрите, вот мы человек, женщина, мужчина назначает опекуна. Вы как мужчина, как женщина, вы значит орган опеки. Вам отчитывается опекун об опекаемом. Вы ему направляете там все это самое. Если опекун не выполняет свои обязанности, а опекуны как правило они очень высокого ранга люди. Вот у нас я нашла этого опекуна, у меня полковник в моем районе, он полковник, я назначила опекуном его. Но он пока выпрягается, но я думаю, что я то есть если дальше по логике мы его назначили, мы ему доверили, он начинает выпрягаться, то у нас есть возможность его по недоверию убрать. Понимаете? Вы понимаете, если вся страна будет убирать этих полковников, которые сидят у нас в Министерстве внутренних дел, представляете, что это будет? Просто представьте себе такую картину, волну на МВД, на Министерстве внутренних дел со всех сторон. Олег Гоша, опасные слова произносишь. Слово убрать трактуй правильно. Уволить. Уволить. снять занимаемую должность, лишить доверия, снять занимаемую должность за недоверие. Вот так и говори. Это здесь, в общем, чате, я тебя поймал, а тебя могут вживую поймать за это и попытаться обменить что-то. Давайте я скажу. Подождите, по поводу нервничает. Я не нервничаю, я возмущен, потому что пять лет безоплатно тружусь во все общие блага, даю всем знания, выпустил три видео самостоятельной правозащиты, все смотрели и никто ничего не усвоил. Каждый раз в каждом чате говорю, смотрите видео самостоятельной правозащиты. Все говорят ого, все говорят ага, все говорят посмотрел даже два раза, а по факту вот здесь в чате даже присутствуют люди и таких очень много, у которых колоссальные результаты в походах суды, решение каких-то вопросов, вроде как везде признали, живой человек, все там правосубъектность, а по факту когда приходит вот это непонятно что без фуражки без нагрудного знака и не представляется, люди теряются и звонят мне и говорят, а что это было вообще, в смысле что было, ты с кем разговаривал, с кем ты разговаривал, ты почему не включил телефон, не достал бумажку, ручку, ты же смотрел видео самостоятельной правозащиты, ну для кого я это все делал, я за эти знания заплатил своими нервами, своим жизненным временем, своей кровью, меня пытали электрошокером, мне дурку сдавали незаконно, пакеты на голову девали, пытали, всю печень отбили, я вам даю эти знания бесполезно, вы их смотрите и не видите, не слышите, не запоминаете, не применяете, смысл теряется, понимаете? Я применяю, я смотрела все твои ролики, я на твоих роликах училась, ты для меня учитель, я применяю, у меня получается, на меня протоколы не могут составить, приезжают домой и не могут составить протоколы. Ну, я не тебе это говорил, а в общем, для всех, прежде чем куда-то лезть, прежде чем как-то взаимодействовать с системой, в первую очередь самостоятельная правозащита, три видео, без этих знаний вообще никуда, ни в школу, ни в суд, ни с полицейским разговаривать, вообще никуда, а я каждый раз слышу, что кто-то приходил, неизвестно кто, и хрен знает кто это такой, что делать, в смысле что делать, ты видео смотрел три раза, пойду и четвертый раз пересматривать, а потом все равно звонят. Ладно, дальше поехали, поругались и будет, у кого что еще? Я это самое, еще в пользу своей вот этой теории, еще одна плюшка, вот смотрите, их очень много, вот я занималась атомо-энергосбытом, я вообще с ЖКХ начала вот это свое противостояние с системой, начала с ЖКХ, так получилось, я, значит, не плачу за воду, не плачу за вывоз мусора, не плачу электроэнергию, но газ отрезали, с газом я пока не могу справиться, вот, электроэнергия, атомо-энергосбыт, я пыталась, я с ними, значит, пыталась выяснять, все их стороны юридического лица, что они там незаконно, никто ничего им не передавал, что они, значит, незаконно эти сборы, эти берут по квитанциям, значит, эти добровольные взносы, да, куча переписки у меня была, в конце концов, я не это самое, я написала им такой, ну, договор-оферту, к которой они прилипли, прилипли, я написала в московский этот атомо-энергосбыт, потому что УГРН у них, это Смоленска, такой же, как в Москве, туда и, короче, и сюда, короче, два договора, туда электронный, в Москву, а в Смоленске здесь наручно приносило, у меня приняли эти договоры, да, приняли, все, все это самое, все, тихо было, тихо, спокойно, две недели, 10 дней назад приходит, а у меня счетчик на столбе висит, а еще с Россети, да, Россети у нас, они же эксплуатируют счетчики, эксплуатируют вот эти высоковольтные провода и вообще все, ну, все электрические линии, с Россетями выяснила, чей счетчик, объяснила им, что это мой счетчик, что я, он у меня на территории, так как они на него, значит, не заявили свои права, значит, я считаю его своим и буду им распоряжаться вплоть до демонтажа. Россети, значит, промолчали, то есть они приняли опять эту аферту мою, так, им тоже было там, что если они зайдут на мою территорию, там они, это будут там не должны, там кучу денег, полмиллиона я им написала, за нарушение, значит, этого, неприкосновенности жилища. Теперь они не дали, как, значит, 10 дней назад, я убираю дрова во дворе, там, в руках у меня полено. Приезжает машина, выходит, значит, двое, двое из лорца, одинаковых с лица, один помоложе, один молодой совсем, молодой, но такой резвый, а второй старик, старик как-то по опыту не видно, да, я им, это самое, они, значит, пытаются ко мне зайти на территорию, а дрова возле ворота, вот, ворота на распашку, ну, в общем, в принципе, их нет, и они, значит, за линию, за линию забора зашли, я говорю, частная территория, вы будете платить за то, что вы попали на мою частную территорию, и это самое, ну, я не спрашиваю, тут такие, я вижу, что у них там логотипы на этих, на фуфайках, спрашиваю, кто такие, мы атомэнергосбыт, я говорю, ну, на здоровье атомэнергосбыт, пошла за телефоном, началась все снимать на видео, ну, там, это видео не могу выложить на своем канале, потому что там ненормативная лексика, я себя не сдержала, и попутно, значит, с этим телефоном иду, снимаю, и это самое, спустила собаку, один, значит, с собакой, ну, один с собакой боролся, а на второго я пошла с поленом, ну, потому что, понимаете, их много, вот я наверх вот этим всем начальникам, я свою аферту вот это вот все сказала, да, а вот эти мелкие сушки, мелкие сушки, они об этих афертах не знают, им никто не доводит это, они не знают об этом, от каждой мелкой сушки приходится поленом отбиваться, вот у меня такой, это самое, был вот 10 дней назад опыт, и у меня в руке было полено, я говорю, если вы сейчас не уйдете, вы будете с правой черепами тут лежать, и мне ничего не будет, потому что вы на частную территорию зашли, ну, они видят, что я так настройка. Выключил микрофон, значит, слова я тебе больше не дам, за такие слова в общественном правом поле, я такие действия не поддерживаю, и то, что ты там собаку спустила, что ты, во-первых, матами начала с ними разговаривать, чем ты лучше их? почему ты их не восприняла как равных, как братьев? Братья, которые не знают, что ты там оферту заслала, не знают, что такое вообще оферта, что такое частная территория, почему ты их восприняла как угрозу? Ты их даже определила в своем осознании, мелкая сошка? Сошка – это приставка к ружью. Ты в них что, оружие увидела? Тебя расстреливать пришли или что? С тобой поговорить пришли. Не знающие, не сведущие, не осознанные. А ты на них собаку спустила, обматерила, да еще и такие фразы опасные произнесла, еще и полену в руку взяла. А еще, говорит, видео смотрела. Плохо смотрела. Если бы это было при мне, я бы на их сторону встал. Вот я тебе серьезно говорю, я бы встал на их сторону, еще бы полицию вызвал. В твоих действиях множество административных правонарушений и уголовных даже преступлений, признаков составов правонарушений и уголовных преступлений. И ты сейчас в общественном правом поле в общем чате подставляешь не только себя, но и всех нас произносишь такие фразы. Зачем? Вот благодаря тебе записи чата не будет. Я устал редактировать. Ой, ё-моё, Продолжение следует...